Кто-то не знаю, Саша спрашивал, на каком языке он придумал эти названия, поэтому... Я просто записал, потому что мне это интересно было. Я что? Это на татарском? На Курском. На вокзале. Саш, чё тебе мой Курск так не нравится? Да всё нормально. Есть ещё много ущербных городов. Новгород, к примеру. Да нет, всё, Курск нормальный город. Нет, есть Курск. Да. И запомнить легко. А чё с новым грамм не так? Знаете почему? Курск хорошо запомнить, потому что Андрей держит себя в Курске. Сука. Держать всех в Курске. Будем шутить про Курск. Если что, я сейчас не в Курске. Ну я не в Курске. Ну ты держи в Курске. Да. Сейчас 273 год нового рассвета. Господи, мне даже это записано. Кстати, чё то... Ребята, Саша, Максим. Чё? И перед игрой я вас спрашиваю, кстати. Вы в Альхимии поняли, как фармить перья? Да. А птиц убиваешь? Да. Чтоб вы поняли, я вижу птиц, стреляю в неё четыре раза, он на меня глядит как на дебил и убитает. В смысле, ты без нас играл что ли? Нет, я как-то с вами играл. Такс. Всё. Влад. Влад отдаёт персонажа, не мешай мне. Альхимии. Влад уже приготовился к смерти. Где наша ХП, Александр? Он сейчас убьёт Влада. Я целый десятый уровень его выдал. Где моя ХП? Вот здесь вообще. А сколько у нас опыта, пожалуйста, ты можешь сказать? Вот здесь. А я у себя неправильный ХП. Влад, сколько ХП? Аааа, 210. А где нам в прошлый раз за сотку дали опыта, да? Ты забыл записать, у меня было 110. У меня было записано 110 просто поэтому. Итак, мы будем убирать Роденторе или не будем. Вот. Предлагаю все, кто типа на прошлой неделе играли в Cyberpunk, они короче не получают уровень, а все остальные, потому что они были хорошими, получают. Вот ему денег. Ну, на самом деле я не против, а то мне киданули, получается. Я готовился к следующей субботе, там прям даже уже подготовился, как я буду пично типа убивать Роденторе, что чего такого не было, конечно, но надо было это зашутить. А в итоге типа что, разочарование. Меня бросили. Кто хочет напомнить, что было на прошлой сессии? Я могу. Давай лучше кубик решит, я считаю, что это интереснее будет. Меня можно не считать, потому что где-то по конец я вспомнил. Кубик, 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 кубик. А ты хочешь, я просто могу? Типа кто хочет, может начать. Я могу начать. А я дополню. Я тоже дополню, если что. Ну, короче, на прошлой сессии... Ладно, не буду шутить, ладно, начну по-нормальному. Короче, я нашел лося. Это было классно. А, я понял. То есть, потому что до этого было, ты не хочешь рассказать. Не, ну, по-моему, мы шли и нашли Менгир. Особо, по-моему, до Менгира ничего значимого не было. Ну, и сразу же начать с лося. Хорошо. Ну, вовсе-то классно. Как я помню, начиналось с того, что мы все-таки проснулись в этом форте. Да, и дошли. Из него вышли, дошли до деревни, нашли следы, добили еще одного лунтика. Не, это по запросу. По запросу, по-моему. Конечно, не важно. Короче, мы дошли до Менгира. Это самая важная часть вообще этой истории. Год, а после этого мы к Менгиру и пошли. А то... И когда мы стояли у Менгира, ты нашел Лоси. Так, 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 ребят, давай. А может, по очереди? Сейчас, говорит Андрей. Да, мы нашли Лоси, это главное. Потом мы пытались перерисовать следы Менгину, рисунки Менгира. Влад сказал, идите, вы в жопу не домой и вошел в Менгир. Ну, так. Можно я тогда расскажу? Нет. Влад вошел в Менгир. Мы вот... Не вошел он в Менгир. Хорошо, а ворота не в Менгире были? Нет. Давай он расскажет, а потом мы твою версию расскажем, которая нормальная будет. Хорошо, я понял. А вот за это вот иди как ты его... Не, на самом деле, давайте так. Да, давайте на самом деле сейчас просто сделаем, что первая история это от лица именно Консерваториса, так как он воспринял. Ну, в принципе, это тоже интересно послушать, поэтому... Не, я просто мой прослушался. Хватит перебивать Андрея! Ха-ха-ха! Мне показалось реально, что врата открывались в Менгире. Или когда на него смотрят. Прости, пожалуйста, Андрей. Когда надо, я дополню все это попросил. Андрея не перебивайте! Ну, я же попросил прощения у него, что он перебил вообще-то, нет? Прости меня, пожалуйста, Андрей. Ладно, хорошо. Я попросил человека прощения, он его перебивал. Андрей, прости, пожалуйста. Андрей, не обижайся больше. Вы простите. Я не хотел его обидеть. Я понял, сейчас где-то где-то мчат у нас есть общение, где-то вообще не писать. Тернся, да? Так, через собачку пометится? хорошо короче говоря мы дошли до менгира в первую очередь там мы заметили что на нем есть какие-то непонятные иероглифы вот мы я решил изучить с моей стороны теперь ничего не заметил но когда подошли альберт и рака поближе они заметили в отражении этого менгира что где-то там возле него типа за ними стоит какая-то невидимая дверь они предложили сразу же попробовать не зайти на я предложил что вначале давай-ка мы перепишем начали как-то помимо что здесь за письма находится а потом типа после этого попробуем понять что это за дверь попробую не выйти потому что она показалась дикой странной тем временем пока мы смотри мы договорились чтобы этого не делаем пока мы с мы благодаря этому боже почему забыл рака буда когда мы рака дал мне знание языков мы смогли понять что это если письма были написаны на четырех разных языках из каждый роглиф по букве на типа был на разных языках разных языках написан ордентор решил что ему то нефиг терять так короче вот увидел эту дверьку и такой к зайду-ка я короче говоря в эту дверьку его прямо засосал он подумать что за фигня он его никто не видит вроде бы он такой думать тайну черт с ним короче выйду-ка я из нее а в итоге он не вышел а попал попал вообще из поля зрения нас вообще принципе вот соответственно он попал в какое-то темное помещение и мы такие черт ордентор пропал но все-таки интерес к письминам был больше чем к жизни ордентора почему-то и мы решили все-таки нужно добиться это перевести до конца благими усилиями четырех людей как людей вы поняли меня вот мы смогли все-таки понять на каких языках она была написана мы потом сделали транслитного всеобщий язык потом поняли что это чем-то похоже больше на эльфийский мы такие-то черт как это работает в общем старались каждый как мог но в итоге поняли в итоге благими усилиями самого консерваторикса он смог прочитать правильно вот это все весь этот текст и к сожалению вы не запомнили ему даже не записал поэтому да их там было четыре в данный момент время нет повести про напомню там был драконий это был сильван это был некроманский язык и какой-то еще на к сожалению великане великане язык типа да на 4 таких языках он был написан вот соответственно мы такие думаем блин типа ну благодаря короче консерваторикса мы смогли перевести мы поняли что это является когда обниться самого балтира и мы такие круто и вот такие значит ордонтор пошел без нас получать короче все плюс ким и такие черты побежали короче забежали в внутрь мы оказались внутри пока мы это все происходило в тем временем ордонтор просто ходил бил бочки короче добывал и синих сил без луц лутал себя в кармашек типа наслаждался жизнью но ведь это наверно в мыслях он надеялся что никто больше вы не сойдем туда короче на спец результате сам уйти ладно беремся обратно мы залетаем туда находим ордонтуара такие круто ордонтор нашел особый такой именщик ты нашел короче эту боже алькову который там если потом зашел в него там пырнула по один раз мечом потом подумал по кубе кул короче понял что ага вот маленький каменный меч подходит к это алька листавил получил большой вручный каменный меч наверное предела счастью не было бы много если вы мечте приму к чему фильм потом решили с позициями другой лестницы в которых нас встретила что-то черное нечто которая говорила на языке мертвых условно типа и единственный кто мог понимать это не что это наш дорогой некромант рака что происходило дальше он решил пообщаться то чувак сказал что он нас не пропустит а только рака бы пропустит тут такой рак обдумать ну ладно типа ребят пожалуйста подождите не творите никакую херню потому что он понимал что мы не приходим твой мнение не делайте я сейчас пойду вернусь типа только дождитесь меня короче хорошо если я буду кричать тогда делайте что хотите ну и рач пошел мы такие ну о как он это не всем сказал в общем он уж он всем-то договорил вот это стоял при всех это говорим блин и в общем короче мы все надо стали в одной точке в итоге короче наш дорогой рака ушел и мы поднялись наверх короче да типа там постояли попытались найти выход не получилось короче спустились короче обратно там что-то кто-то куда-то пошел в итоге консерваторе x и альберта уже вырезали нас после выхода мы собран то она спустились обратно к этому не что только думать ну блин что-то нужно сделать пойду спрошу этого непонятного кого типа короче как отсюда выйти вот такой слышь ты ты понимаешь все в этот общий язык тот чувак отвечает ему опять на некорманность за своем языке он такой рода торты подчего делала что ты же по-любому знаешь типа как он вот такой счет у нас вем кумек кумек короче мы поняли что ничего за твои не выйдет он понимает ну ты сам докопался чего типа ты сам не хочется на говорит по-человечески короче поэтому достается вы короче меч эта штука понимаю что ему хана они начинают короче драться в итоге короче происходит махач мы бьем 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 корочки драка 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 даже на эту на эту драку прибежал рака я успел подбежать сказать типа нашему консерваторик с нашим альберт оте подчувать и типа команды на помощь альберт обиделся на ордантора поэтому альберт не будет помогать ордантору в итоге кое-как мы с консерваторик попытались за херять нашего другого ордантора но в итоге ничего хорошего за этого не вышло он умер мы думаем блин окей орака постанавливают это чудикой говорит эй камон чувак пожалуйста типа не убиваете по они стольные типа не надо типа не просто ордантор умерそうだ давайте по третам как залу кейте под этой проблемы и свалил тем более мы такие дома на все у нас плюс один друг но как оказалось трупа мы не дождались потому что труп оказался живым неразумным поднялся по странам просто поняли что сейчас будет либо махач либо нам всем хана я закончил все давайте втачим из его кожи станет некая тьма большими потоками будто бы из него этот выходит этот странный черный туман она не обволакивает одежду закрывает сделай сашу саша у меня на максимуме вот я вот настолько его слышу что ты понимал очень ловко андрей возвращайся ты что-нибудь говоришь когда тебе обращаюсь перед тобой извиняться и возможно поцелует в попу я бы зарабатывать и чувак большие проблемы ну условно андрея попросил я пойду сюда присяду на этот как вот я тебя поддержал ты чё помнишь я тебе рассказывал про зомби которые убивают зелянина и зелянин становится зомби ну вот тебе вот то призрачное существо убила и ты как бы стал призрачным существом и как бы прикол в том что он бы как бы всех бы начал убивать дальше ну как но видимо я очень красноречив я ему сказал типа не надо это мои ребята они мне нужны и он сказал убить это с ними сам забирая их души ну это цензурная версия вот и как бы я предполагаю что ты должен был быть его марионеткой вообще ответ ты мертв ты буквально секунды три назад был мертв я тебя проверил и ты сейчас мертв я почти как тот мужик я пощупаю свой пульс но он такой подумает да не но а нихера не нору самому блин утра ведет себе как самый тупой орк лезешь непонятно куда девушки как-то дичь непонятно ты же был вроде умным говорил рака несу иду на руки а сам сейчас по сути суешь руки во все что только можно засунуть что я на пять минут отошел сказал стойте здесь мы было и так и так бы наверно бы втащили потому что такой замысел только чем мы сразу не втащили потому что мы не знали какой был замысел я у сходил дальше видишь короче я весь кровище там даже ловушка не просто ловушка а такой замысел там какие-то двери открываются с помощью этого намека короче не буду перед тобой объясняться он пойдет вниз возьмет свой каменный меч поднимется наверх поставить его около стены хотя не другу треком да а держи уберет свой белый меч за спину ну идем не кивает типа дальше туда вниз куда до сейчас там дальше думаешь он один да во-первых полно ловушек и он там явно не один как выйти отсюда мы все мы не знаем пока ты там сбился и гели чуть не убили я не знаю остальные тоже виси какие-то побитые но альберту пару раз прилетела поначалу что-то там как отсюда выйти так а вот это другой вопрос нам нужно отсюда выйти отойди немножко мастер можно помнить как звали этого чувака я спущусь сюда постучу стену брод 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 вельт бобу бобу ты далеко улетел александр говори пожалуйста погромче дальше находится к это порода или еще что ты не слышишь какого-то глухого звука поскольку постучал слышно лишь тишина ну вот я вообще чё думал кстати что-то двигаться перестал в игре я вообще предлагаю сардан тором все-таки разобраться сейчас отложу себе руку точнее плохо плохо все мне кажется что короче сейчас готово выкладывай все что ты тут успел поднять в том числе вот этот чудесный меч а мне там все еще присоединился не ну типа он откроет свой него типа мешочек на 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 чем на на поясе он просто перебросить типа там внутри все не особо большое если короче рака высыпет все это дело на землю в смысле на землю а вот тут на пол на на этой площадке правильно я понимаю что там было ожерелье сухо да ли что такое или с носом с носом так ожерелье с каменным носом один штук помнишь в этого призрака тоже было ожерелье или ты не разглядел он так вот здесь как бы все вообще не просто так она волшебная наверняка мастер можно понять если проверить волшебные предметы которые требуют концентрации концентрация на предметы насколько задействие проходит ли как настройка до окей я собственно разглядываю этот предмет он волшебный правильно принимаю сейчас погоди-ка так ты делаешь это к мальчик верно да у меня есть это к мальчик сейчас секунду прошло колдуется колдунство понимание того что магическое а что нет и вот такая штука еще есть решение магия ну я собственно вокруг этого всего пытаюсь обнаружить ауры ауры в первую очередь на объекте с ухом или с носом с носом вроде там остальное остальные предметы это камешки правильно понял ну да типа интерьер кайся там рунный камень запустых рунных четыре сероватых флакона сероватой жидкостью которые могут быть определенные магией четыре красных флакона бронзовые наручи ржавые кинжалы черная металлическая маска сидя на ней вот эти все вещи которые поднял ордон торт до этого маски вот эти все вещи них есть какая-нибудь магия нет нет магии окей есть какая-то аура вокруг вот этого но носа ты поможешь из эликс заклинание в течение минуты нет и чувствуешь никакой ауры не является магическим никто не научить никто не говорю что триггеры должны быть магическими но они магические стоило проверить да нет короче откуда ему знать и ну возможно уже предатель и предлагая с радутором разобраться словах альберта есть смысл по то причине что мы никогда не знаем когда арбентора может потерять самообладание и потерять ли он его вообще так что нужно поставить разграничение как минимум мастер можно чем разобраться типа я альберт имел ввиду что нужно поставить ограничение чтобы если он их перейдет разобраться с ним раз и навсегда это надоело уже ну давай ты сам их установишь сам для себя и сам решишь когда мои ограничения уже давно перешел мастер можно вопрос вот ордантор по сути является сущности аналогичная вот этого чувачка которого звали в ронвельдом который улетел я понимаю как таких существ убивать потому что ракам думать что это привиди приведение приведение убиваются сверху вы его осматривали вас по-моему никто до конца не понял вы на том что он какой-то прокаченный призрак его осматривал и гиль во время боя я и я его не рассматривал мне именно хочется понять что какой-то призрак кидали все когда он когда перешел вы кидали на опознание его как существа и гиль использую заказание которое позволяет узнать все уязвимости нокий он призрак то есть по сути привидение равняется то есть у меня такое мнение у по его персонажа далки ну и как ты себе представляешь он призрак у тебя святая вода есть это я его так троллирую специально и того призрака ты 100 как собираешься убивать они здесь за но по сути все появятся а как ты сюда собираешься выйти я за любого места есть выход ярдон торт что-то нам только мешает андором а давайте его убьем то сказал что его убить надо обезвредить как минимум проблем от него пока что больше чем пользы я не хочу подставлять свою спину его действий но смотри я думал с ордон тором что-то случилось потому что до сегодняшнего дня он был умным мужиком сегодня с он стал тупым мужиком может быть он просто не стой ноги стал как я двину тебя в челюсть за это погоди нет нет я бью тебя в челюсть окей кида это говорим ты пытайся там минус один кажется я инфи был 2 это у нас и по мне не попал потому что у меня еще по всей видимости висит этот да ты так не попал короче какая разница могу я поймать манер на кулак ордон тор и продолжить разговаривать короче ловлю в смысле типа так вот не обращая внимание просто поймал его короче и дальше говорю ну а как ты это объяснишь тебе сказали что ты продолжаешь что я продолжаю отчитывать тебя единственный из всех говорит что ты был неправ себе как это представляешь давлять не слушай меня отпускаю твой кулак а мир делай большим что хочешь предупреждая ордон тор если какой-то и завались типа я те вообще не спрашивал так иди сюда окей я пошел убивать я пошел убивать ну типа саш как нам с этим разобраться анти ловкость а или от чего китайцы мудрость от персепшена это мудрость антилов тогда у меня все прекрасно запустила тебе минус 2 класса успеха а кейки и стиль минус 2 Уракам, ты нет, ты нет, не отрывайся от коллектива. Да-да-да-да, я просто что-то немножко отследил. И так, Игиль. Кажется, Ардентор пошел с полотеней до Альберта. Кажется, ему нужно срочно полечить как-то во призрак. Игиль понимает, что начинается какая-то непонятная хрень. Ардентор, ты уверен в том, что ты хочешь сейчас драться со всеми здесь? Ты можешь расслабиться. Потому что... А, окей, там сейчас консерватуры спустите. Раньше он должен срочно ходить. Так может быть, Андрей вернется. Андрей здесь. Он кинул сейчас кубики, он сейчас с нами в чате, он просто замысил на микрофон. Я следил, как он успел вернуться. У нас примерно, когда мы уже начали поролить, он уже зависел тогда. Мастер. Так, короче говоря, первым делом, да, наверное, стоит сделать простую вещь, да? О господи. Это что? Это сон. Это сон. Он не работает. Он не работает? На андедах не работает сон. Гет рэпт. На Альберта. О май гад. Андрей, ты куда сон ходишь? Типа... Написал. На Альберта. На Альберта первым. Ща. Это магия, поэтому, типа, я могу реакции себе бомбу сдать. Плюс один. Как он работает вообще, сон? Ну, ты успел. Типа, ты уснешь сколько-то на провале? Нет. На провале, на крит-провале тоже. Да, на провале, на крит-провале. Короче, у меня минус один перцепшн труд. Ну, этот Никита не влияет. Окей. У тебя еще одно действие, Андрей. Консерваторикс решил тоже предателем быть. Я понял. Не, он тебя так и ждал плюс одну броню. А, то есть, он ругается не на то-то, чтобы... Я чуть не могу понять. Он пытался меня усыпить, и он же мне плюс один брони дает? Смотри, он решил просто закончить файт. Он подумал, что если он усыпит Альберта, типа, то он закончит файт уже на месте ровном. Знай этого предателя, а тот бы пинал потом еще лежачим. Хорошо. Так. Начинаем думать о том, что же сейчас бы такого сделать. Так как у меня осталась, по-моему, только одна, да. Один на фокус-поинт. Ну что, кстати, тут словно написано же. Типа, тут не указано, что он не влияет на нежить. Да, кстати, тут не указано на это. Он влияет на всех. А иммун есть, типа, к всяким, типа, маневрам? У тебя? Или где? Инфиблд. Как вещь существует. Короче, эгиль пропусти свой ход, типа, потому что я тебя там вообще посмотри. А, бываешь, посмотри. А, да, тут все-таки кидает или нет спас по мудрису? По воле. Я не кидаю, по мне они попадают. Почему? Или попадают. Ну, там, бёрст пять футов, то есть, если в меня целят, то ты задевает тебя. Короче, бёрст можно положить как угодно. И, если Андрей не подаст голос, то, типа, я просто перекину токен на гмлэйер. Отдыхает. Андрей, мы тут играть собрались, а не молчать. Типа, пять фут бёрст, это сишток куб со стороны десять футов. Десять фут? Это куб со стороны десять футов, да, типа, ты выбираешь точку и от него на пять фут во всю сторону. Слабовато. Почему не пятнадцать? Нормально? Нет, на самом деле нормально, это девять клеток получается, да? Верно. Это четыре клетки. Это четыре клетки? Это восемь клеток. Это восемь клеток, да, это верно. Вообще это восемь клеток. Когда на тебя бежит, типа, две, четыре, точнее, этих самых гоблинских башни. Это очень полезно. Ну, получается, что, типа, огромный. Если что, этот гель сейчас пропустит ход, потому что, типа, хочешь узнать, что будет дальше, а сейчас предпринимать какие-то действия, типа. Наверное, не пропустил, наверное, отложил. Отложил, да. Давай так, типа. И что, этот поехавший себе позволяет? Он позволяет себе. Надо сказать, а моем перерождении в Арден Торен. Ха-ха-ха. Хорошая, хорошая отступка. Неплохо, да, неплохо. Я ударю Альберта. Мечом. Двумя руками. Девнадцать. А потом еще раз. На это попал. Ну, вот. Я взял в рулоке оружие, значит, у меня закончились действия. Конец хода. Просто размахиваться и мечом, пытается порубить Альберта. Ты ведь на попадание тоже вычил два? Да, я вписал. А там на вторую атаку же минус пять идет. Погоди, а почему он не вписан? А, не туда вписал. А на первой есть? Нет. На первой нет. Тогда мимо. Погоди, вот так факт. Куда я вписал? Ну, в смысле, у меня бонус к атаке плюс десять, вот тут стоит. Он не... Типа, да. Там подача. Там четырнадцать плюс десять плюс ноль плюс ноль. Типа, там не было вычета во второй атаке. Там и так, типа, у тебя база попадания должно быть двенадцать, верно? Три плюс четыре плюс четыре плюс один. Там он напишет... У тебя плюс десять написано? Да, плюс десять. Все верно. Тогда почему он бросает... А, я вторую, значит, атаку не туда нажал. Сорри. Да, вторая атака не нажал, это девятьнадцать, вторая атака. Все. Не идите, херой бой. Первый раз. Мимо. Окей. А, Ракабу? Ракаб будет смотреть за Игилем, потому что Ракаб понимает, что Игилю в целом не по вере, короче, таких существ оставлять. А Ракабу как бы по фигу нанежить. И он будет сначала смотреть, как пойдет поединок, либо во время поединка принят какие-то решения, либо примет решение сразу после, как сходит Игиль. Короче, ты тоже заходишь в свой ход. Да. Делай я порту, потому что я заклинаю твари. Окей. Двадцать пять. Ну да, попал. Кислотный стрелак, клинок. Это попадание или это крит? Это просто попадание. Просто попадание. Это крит, да? Считать не умеешь? Да он плюс десять или плюс пять? Еееей, броски, смотрите. Трешка выпала. Я знал, что это произойдет. Пошлось, нахуй. Следующий. Она никогда не будет попадать куда надо. Окей. Кажется, сейчас у нас ходят какие-то инвалиды. Кто ходит? Андрей, включи микрофон, пожалуйста. Андрей ходит, да. Ну что, у него есть 15 минут, так сказать. У Влада все три броска, короче, 14, 15, 15, у меня три. Вот, вот три, просто. Это потому что ты не десятый уровень дал. Я тебя сейчас заберу, девять уровней, блин. Кому не вам играть будешь? Каморкой будешь играть. Итак, Андрей использует успокоить. Извичарование. 14. Насколько? Насколько? Спасибо. Андрей, поговори с нами. Давай поругаемся, но Влада. Андрей, ты теперь ходить обязан. Да, я знаю. ты не можешь пропускать. Пу-п-ры-п-ры-п-ры-п-ры-п-ры, ты-ты-тыр-ты. Получается! Ну, черепа, ты вوقовать не можешь, ты можешь его пропустить, если тебе... больше до следующего раунд года. Ты что бы сейчас такого сделать ? Что бы сейчас такого сделать ? Тратить последний фокус ячейку. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу... а долго думать не буду короче похиляю за 2 слота за 2 экшена короче меньше отличие первого уровня есть если я и прощу нашего врага вольт на максимум стараюсь до 1 до 1 человек и же громе 3 первые щеки осталось я потратил уже 2 уровня тип 2 меня 0 альберту плюс 15 спасибо может вы этого побить хотите я сейчас еще думаю у меня просто еще думает раздумья тебя просто выхлёсток что-то вылезло по-человечески сейчас продолжится мрдбайка то наверное буду уже вмешиваться он уже вообще не соображает что творит по моему он как раз соображает так и не могу понять что он хочет поэтому если ордон торг хочет нормально продолжить общение можно с вами бы прямо сейчас потому что если мы сейчас погибаем друг другом и мы сделаем только за тени хорошую работу и все просто сыграем на ее игре и друга перемочим какая нафиг разница если мы не можем сейчас просто взять и договориться я думаю проще всем остановить этот бой и все это ты сказал да врага приблизи примерно то же самое ордон тор если ты не остановишься ты по сути сделаешь нас слабее мы здесь умрем остановись сейчас же нет я не буду больше слушать его ремарки свою свое лицо не в этом походит я я отходил я короче по социалю с сандарт тором останавливая его то есть вот сейчас он покажет послушал то что рака пытался его не знаю к его умному к его уму при при призвать типа что типа подумать типа будет хуже я привел аргумент кажется попадания мне кажется что это тоже правда не у но урона кстати меньше чем в предыдущих атаках потому что и на 1 рубай ну дальше я делаю комбо вомбы как бы как обычно dual hand assault чтобы сделать быстрый маневр а второй атакой промах дуэль империи конец ходи ракат ну окей я касту а во первых я выпиваю зеленом броню после этого я кастую подаду донтора сферу огня со словами и бля если ты не остановишься те буду жарить пока ты не остановишься мы что-то в том духе из-за тебя мы сейчас здесь все просто погибнем ты это понимаешь он сплевает но теперь точно все погибнуть это желтая дрянь-то появилась или белая это сфера огня я нас типа мы предположим что это она вы со мной будет окей что мне делать такс ты получаешь урон и когда если ты делаешь базовый способ ты должен сделать базовый способ эффективно прямо сейчас зигунду я пишу минус 2 ага это критический провал получаешь двойной урон то есть 18 идика погоди на 20 и 10 разница как раз в 10 все правильно открыть провал да там это уточнение значит да 18 да 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 только на успехе ты не получишь ничего да у меня кончились действия это одно и два ладно знаете что мне не хватало лозунг так что умрема имя справедливость я верю в это о это заклинание не это это удар катан урон сегодня вот а теперь это заклинание которое лежало внутри то есть 22 урона да больше больше около 22 урона плюс еще один из кислотного и постепенно потом и один ядом который не работает кислотой это не яд а а нет я мне просто раз так рассуждаю потому что я видел много статблаков у нежити но есть примерно одинаковые иммуны типа там косну и всякой такой фигне поэтому я так рассуждаю я не знаю что во что превратился там тот действительности там четверть что ли за вторую личь 28 это нет 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 это 17 рубящего 11 кислоты и весь обмазан кислотой и еще опять да кислотой да дополнительный урон и он будет подождите это какое это вакансион подожди это это евокэйшн да это тоже кислота смотри там 17 слэшинга 5 дополнительные которые идут от кислоты этот поэтому на биспл способность еще один слтата ctor care 12 кислоты на это пока все да таки без без разрешения заклинания без что я в прошлый раз заклинание на коду разрядился на токси я сказал дальше у меня два действий александр можно типа справедливость наносит удары несколько раз его оба мимо отрицательные почему с руками какая разница неважно все равно 3 выпало а девятнашка бывает погоди александр это третий удар на третий удар девятнадцать минус девять это девять плюс 11 плюс 9 20 попадания 22 это по итогу 22 22 Это попадание? Да Значит, какой там у тебя урон Катаны? Макс пропустит Катану еще раз Просто, чтобы урон посмотреть Что еще раз? Катана просто пропустит, чтобы урон посмотреть 12 рубящего Да, 12, езж Окей, он потерял сознание? Или как-то нынче работает Кватай, потерял сознание, все верно Так, я предлагаю его быстро скрутить Сколько там у Тирана, погоди, напомни Где было? Один Ваундед один, у меня написано в чарнике Ваундед один, ну, значит, типа, ты выбираешь еще два Окей Короче, что делал Консерваторикс? Спасибо Ты можешь сделать все, что хочешь Пока тебя отсюда не... Ну... Ты можешь делать все, что хочешь Пока тебя отсюда не... Андрей, включи микрофон Это самое Это же... У тебя осталось срочно 4 минуты ... Срочно Обновляем счетчик Хахахахахахахахах И так, что делает Андрей? Но я не подождаю. У него всё, у тебя ходит эгиль. Но эгилька стоит, потому что то, что видел эгиль, ему уже всё равно не понравилось. Поэтому эгилька стоит хил в Ардантора. Хил? Типа добиваешь? 1d8, плюс 8, конечно. Спал высоко по стойкости. Эээ, к стойкости у меня тоже именно из 2. Нет, это телосложение, потому что... Там еще долетает 12 урана. Ну, это Типа успел, значит полуни, значит 6. Умирающий был 2, стало сколько? 3? Ле... нет. Что? Что нет? Верни ход! Двадцать, да? Просто... Верни ход! Верни ход! Верни ход! Верни ход! Верни ход! Что это значит? Саш, дай мне походить! Так, народ. Давайте всё-таки разберёмся сейчас с внешней ситуацией. 3 ты будешь дать всем уйти теле перед комму я разговаривать не хочу спокойно а я вообще контексте не понял почему я еще виноват им оказался ты перебивайте не знаю и пропустил я где-то же я тоже перебил как бы андрея поэтому типа не знаю я просто кекал и смеялся в основном от того как какие пить и ты вставлял лёша и все наверно тут имеется ввиду что-то и выдают до этого перебивал типа в другие да ну нет у стресса всех все имена перепутал опять я обиделся на меня короче ребята если что типа ель буду добивать сервера по несколько причинам ну раком знает что ты его будешь добивать поэтому чё я буду выделываться я тоже буду его жарить а чё бросать знать объясню типа да вот если ты хочешь услышать позицию сейчас не перс играл персонажа как я вижу лайфхилку типа просто типа между иные не игровыми персонажами короче пойми типа что во первых я мы не знаем когда ордон тортипа полностью потеряет рассудок это раз второе мы потому поведение который сейчас мы наблюдаем он опасен он максимально опасен он может поставить в любой момент по крайней мере больше всего он не за люблю твоего персонажа по это предупрещу что вас разные мировоззрения и вы не сходитесь характерами вообще то есть либо мы теряем тебя либо мы теряем ордон тора но раторе мы теряем потому что у него когда-нибудь с крыши поедет понимаешь типа поэтому эта игра с огнем вот и как бы еще факт того то что типа у меня было посажило предсказание по поводу у вас 3 ордон тормата не ходят и у него логика оставить себя в живых больше типа чем ордон тора понимаешь на типо зелье собой я понимаю просто я пока что никого убивать не предлагал но при сама приз на что-то таки считаю что тот самый лучший момент времени влад признайся ты новый персонаж ты сделал я его сделал на тип понятно вся вся не дождь убиваем так вы вернулись я покажу кордон тор и вставляю а там разве тело которое лежит она может выворачиваться когда-то на бессознательном а он не может подойти там альберт стоит и он к ящик помоги мне я бью бей 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 бьешь я промазал 16 а ты не беру киропой 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 там по трупу тоже нужно хорошо попадать моя граня кучу это и даже даже плюс 2 а так это промах по трупу ну типа он еще не труп типа просто умирает на рассчитывать опять я еще раз вставляю углодник только это перебросил ты скорее составил без раппиры потому что что-то совершил впервые насколько мне известно на тебя подошел на подошел на подошел на кура каплю сядет на скамейку несколько меня на скамейку на ступеньку огонь продолжает жарить твою ж мать да это без шесть или нет или там ты постоянно рон потом падает я щас кину я за душу нужно кинуть типа ты прожима чертся попрасывается урон этого форексов вау и автоматически не проваливай не то нажал извините вот что там типа не без сознания но там все равно ссора а ну да типа тогда какая разница ну типа нет 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 ты на успехе не получишь урон потому что сфера огня работает но это не успех он сгорел так рака пока тело возможно еще теплая быстро разберись альберт альберт он и сгорел и кайл если является ли с точки зрения гоблина поедание человека плохим поступком человека до отверстия что человек сейчас вообще вообще нет в этом особо нету но с точки зрения общей морали это неправильно с точки зрения гоблинов обычно это нормально в первом вообще это точно было злое действие зрение общей морали хаотично нейтральным и все начну его хавать они работали сел и сразу стал злой короче 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 у меня целого есть ладно альберт что ты хочешь чтобы я еще за крестим произошла скрывая его неважно что нужно понимать что происходит изучи его тему я подряд ручек поднимаюсь с мысли прокажут другой стороны ведь похоронить похоронить особенно в этих каменных плитах я согласен можно открыть и похоронить ну давай выкопаем лисе только что ордон тур поднялся и стал агрессивным если с кем-то из нас что-то такой же произойдет тогда понимать что происходит ладно давай его сюда я короче возьму ордон тура за ногу и потащил сюда вниз где по посвободнее место где-то то алькова было его здесь и этого препятствовать и гильд не будет пускать консерваторикса вниз что ты мешаешь что такое это надругательство над покойником плохо он уже над ним надругались ему восстал из мертвых ну зачем еще надругаться надо провести религиозные обряды ты хочешь сжечь чей труп труп ордон тора которого ты знал или труп нежити которую ты не знал еще черный белый он останется на черном навсегда нормально спала типа это оболочка темно да это тело моего моего ездовой башни консерваторик задумайся а ты уверен что сжигание это правильное хранение по его обычаю он гоблин он не гоблин лана потом сожгем давать его сначала разуем я короче возьму оттащу его вниз пускай рака с ним посмотрит что с ним препарирование уже давно не подругать средства на тело получается на дворочный меч нужно будет закинуть без большую сумку получается так мы возьмем все снимем с него весим которую он описанный луту на потом его перед передаст переопишет и все складываем в сумку к гилю и религия здесь не христианская точно да это правда я можно хорошо что основная религия которая здесь есть типа самая сильная она пожалуй даже это может начать поощрять причем у нас как бы два персонажа с медициной которые явно когда уже ну типа должны разделывать трупов типа и так далее мне кажется поэтому консерваторик стоит понять я уже с этим смирился что все-таки ракат наверно что-то дозна и напускай зарабатывает свои знания мы хотя бы за ним будем следить куда направляет знаешь чё альберт вардан тор которого я знал сказал бы рака отнесу сюда руки с ним явно что-то с утра случилось а чё я не понимаю всегда такой есть давайте следующего если кого-то с собой возьмем пускай тут хотя бы это уважение имеет и разговаривается печи он же какой умной истории нам рассказывал про то что туда не ходи умрешь не делай глупости умрешь а тот самого утра делает глупости и делает ну сам себе противоречен проверить его на эту зеленую дрей только осторожно да сейчас мы его проверим я собственно с игилем мы потратим какое-то время мы его разденем собственно здесь будет лежать типа как в этом на рисунках да винчи и вицианский человек нам покидать медицину все кто хочет его поизучить про что вы хотите понять я вообще у меня вопрос следующий визуально он превратился в нежить после того как мы его убили он визуально не не жить вовсе то есть возможно это какая-то была аберрация с душой или еще с чем-то что его захватывала его душу внутри его тела условно или все же стоит ждать что короче ордантор через неделю здесь встанет пример то есть насколько полноценным призраком и хотя бы был вот эти все истории все что могу и понять то есть я к сосу и на нем медицинский покопаюсь и с точки зрения аркана хочу понять не 2 2 чека видимо можно нужно сделать это часть скажу погоди один из девочек религии секрет можно тогда мне пожалуй у тебя тоже можно понять по формально культизм нет только религия потому что я религию тоже хочу поменим с владением нет кому угодно можно ну рака приги вы можете сразу понять что раз все стало так то скорее всего проклята в данный момент душа где бы она сейчас не находилась условно скорее всего если он умер здесь он скорее всего здесь нам и появится такой контекст понимать то есть такое понимание к нам приходит понимание такое что типа душа покинуть он умер душа покинула тело вот тело и стало нормально значит душа была проклята да там больше похоже на правду поэтому мы это обсуждаем сиренелем а как думаешь куда его душа делась но явно не попала в заградный мир потому что маловник или не превращают того чтобы осознанно нежить существование не я про проклятую душу у типа моего тела короче условно делили с какой вероятностью он отправилась к малу ну то есть есть большая вероятность что призрака превратится теперь мы не знаем мы не знаем природа проклятия если бы мы знали природа проклятия можно было по соверности говорить о многих вещах что-то там консервуторик заговоришь порно я подойду тело тело ордон торы и начну читать и вы блинские вебальные обряды все-таки я учился у шамана я могу знать про них у что-то да ты помочь ты делаешь молитву отдаем твою душу руки горки горки и морки как же конечно что эти выпивания бессмысленно немного куда я я же не этот не клирик я просто бар не 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 делали в этом ладно ну ладно пока все это дело происходит рак об хотел бы сесть при за перезаготовить одно заклинание на всякий случай нас только на тратить времени 10 минут ну пока видимо кратера торик читает мне просто интересно что пойдет в искали потому что там тоже сейчас какое-то проблематично это защите существа непонятные призраки вопрос через 10 минут пока консерваторик отпевает что-нибудь еще происходит я могу дальше продолжить при за перезаготавливать заклинание только он 10 минут и сколько открывается видите как как только у вас опивать давай классику полчасика ну хорошо хорошо я я стараюсь даже если больше могу кинуть интеллект и постараться сходить всего я помню что он говорил и хаман я думаю не надо мы тогда остальные еще тогда два заклинания перезаготовлю смотрите пусть а 10 минут выезжать и замечать это именно рога пальбер что тело ритм тортащит постепенно рассыпаться это хороший или плохой знак не очень хорошо знаю посмотри что случилось да вот этот не очень хороший знак она можно кинуть религию или это аркану чтобы понять что насколько это плохой знак или то что делает консерваторикс это помогает вы можете бросить религию опять в данном случае пожалуй религию или оккультизм секретно я могу а здесь можно пробовать бросить лор у этого да хотя наверное бессмысленно но но это имеется ввиду загробный мир там типа ты что происходит для секретно религию узкая правосудие его правильно оценивать свершение деяния могу оккультизм тинуть я же сказал религия или оккультизм скрытно я же все-таки как бы в процессе возможно мне это помешает заметить что все могут все короче вот так все 3x ничего не знает но знают все да иди собственно начнем с как вы понимаете что это явно не нормально так не должно быть логично знак это явно нехороший и неправильный такого кто из вас скажем так нормальной жизни не встречал пожалуй и в труху умеет превращаться разве что на ваш чек я скажу типа альберт у игрока что ваш что вы знаете что так будет рассыпаться разве что всякие виды вампиров на солнце типа он где-то возродится нет когда когда вампир умирает на солнце он больше никогда не возродится а плохой знак это то то что его душа уже разрушена или чё плохой знак это что здесь явно какой-то есть либо он либо это странное место ибо он был слишком странно так чтобы не из этого чтобы не повторить ее участь во-первых сдерживаем гнев во вторых следим друг за другом в третьих не даем друг другу упасть ни в коем случае какая-то фигня происходит не разделяемся для этого все мне нужно будет вздохнуть альберт потому что на магический и заказ практически на нуле полноценный полноценный отдых нам нужен это место на нас никак не влияет случайно опасно тут много находиться вот это да поэтому я просто хочу объяснить что я скорее всего вас лечить плохо смогу надеюсь вы не сможете восстановить кто консерваторик я так в промежутку между этим беру меня и у меня лечить молода покинул меня почти прокат ты чё да я заклинание пока переписывал я был готов там дальнейшем понимать всякую фигню творить взрывать а здесь как бы стены где тебе не жить под него за 10 минут чуть восстановить сможете нет я как раз переписываю погоди есть план собственно я еще за за оставшись за 20 минут пока консерваторик дочитывает литургию свою литургия же называется ли как я могу еще до до переписать заклинание правильно сашка так более как это сказать гибко по ситуации будет совсем он рассыпался до течение этих полчаса и тег он начинает сильнее рассыпаться его кожа разрезки высыхает осыпается при этом все вы можете заметить что порядке у него ставится лишь правый мизинец на руке мизинец правой руки типа он даже не черный или что ну если вся кожа софт не трескается осыпается проседает видно этот вот то там что-то грета начаться корячий переходящий в первую фалангу который ближе кисти там виден как раз переход видит на сустав а сам палец в порядке консерваторик позволь я изучил останки я хочу понять если какие-то следы магии на разложит разлагающихся труппе но с помощью этих посмотреть магию всякую ауру и так далее не хочу пасть посмотреть на этот палец еще отдельно начинаешь на всего тела магия кровати а с пальцем что пальцем ничего так 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 то есть это короче тело который в пыли рассыпалась от него прямо ник романтии и до сих пор да только наш пуль превратилась окей маня но за полчаса еще раз сыпется полностью да окей я хочу изучить этот процесс с точки зрения магии потому что здесь вроде магии присутствует некромантии могу понять механику работы того чего происходит это какое-то проклятие который крепила какое-то мощное колдунство и это колдунство разрушает соответственно хотя бы пытаюсь понять это колдунство можно мне кинуть аркану да может бросить вред на аркан ты понимаешь то что судя по всему что-то вытягивает из него как сказать остатки какой-то эссенции от чего он просто рассыпается попадает пылью так 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 я короче хочу посмотреть типа как в муравейнике в какую сторону кланится эта пыль ну типа холм муравейника в южную сторону здесь пыль как по какому принципу рассыпается я хочу понять хаотично просто вниз осыпается окей мой персонаж может что-нибудь знать про лечей или ему нужно подумать типа я хочу свести это с каким-нибудь филактерием который все-таки души забирает и типа если кто-то рядом с ним умирает типа такую механику то есть я это предполагаю как игрок но я как персонаж не жать про неже законатели ты слышал но именно до лечить на знания что у них такое тут сама основа того что ты предполагаешь неправильный филактери забирает душу а здесь тело уже было проклято как у вампиров них не только душа но и тело уже нет ну окей собственно мне что нужно да про прокинуть для понимания того что происходит с душой в каком направлении она движется или что-то в этом духе аркану сейчас нет в целом сейчас и остатки души вот этой эссенции куда-то улетучиваются скорее всего явно никого-то не просто не изничтожаются в ноль мне кажется что души у меня не осталось для начала после смерти типа душа сразу уходит полностью да это я вам это а окей то есть у него осталось тело в котором есть и есть эссенции и с этими эссенциями что-то происходит но они там где-то и рассыпаются так все верно окей вот получив новые знания про то что и эссенция из него вот исходит он рассыпается и могуще что-то докинуть чтобы понять природу происхождение от этого события окей мужики по всей видимости но мы же знаем теперь уже про эссенции и так далее вот не нужно было что-то с эссенцией что-то с эссенцией его теле происходит она куда-то исчезает или улетает и он поэтому рассыпается саша и все про напомню да получается эссенции жизни у меня мне осталось эссенции в духа в нем тоже не осталось правильно носит после смерти типа после смерти сосу только одна красная эссенция как тело материя или еще что-то еще остается типа условно говоря какое-то время еще там есть остатки жизни таки разума естественно тело полностью есть то есть уходит душа с частью разума и частью жизни то есть постепенно сейчас у него разрешается примерно все три материи саши сюда рака можно только вопрос помнишь этого дружка который сейчас он так что махался с нами он не мог высасывать сам из него все это что-то то я таких дружков очень в первый раз вижу вроде какой-то необычный призрак если правильно помню то он говорил что он служить баллзира тебе ты сама как бы звучало ну да 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 получается что у него есть магия которая недоступна обычным здесь существам если он видел того кто защищал этот мир и служил ему значит типа тут явно что-то не то давайте мужики знаете что сделаем сначала посмотрим наличие пыли по углам типа такой который оставляет ордан тор потому что явно в это зеркальце в отрезайте не только мы я думал так а куда трупы деваются может их мимик съел а всех был съел трупов то а как давно здесь ними появился короче еще не стоит не забывать о том что типа возможно это может происходить не из-за стен которые нас окружают здесь а из-за того то что и ордан тора и меня ударило это существо ну да ладно я хочу осмотреть помещение вот типа так где я нахожусь и чуть-чуть выше на наличие каких-нибудь похожих похожий пыли по углам который оставляет ордан торт да это все вспомнили что да я просто напомнил здесь было очень пыльно но я условно я просто к тому что я просто сейчас я озвучу что я предполагаю я предполагаю что вы здесь или чуть ниже постоянно умирали ребята невозможно они потом таким же образом рассыпались они же по лестнице они не рассыпались и я потом дальше так был гулу по помещениям по всем этим по лабиринту я предпонимаю приблизительно сколько там пыли то есть здесь пыли больше здесь здесь очень пыльно и это пыль очень похожая на натуру что остается остается короче города но смотрите я короче дальше был там примерно такая же пыль какая-то артан тора и вот здесь по углам сань какая ребят я делаю игру круче руки раскидываю так говорю мы в дерьме ну это было понятно после того когда артан тор поднялся после того когда умер поэтому я предлагаю что я если мне дадут времени отдохнуть длительного отдыха можем постараться пойти вниз если это существенно у нас не нападет если нападет можно дать бой все будет он извинно если нет то вы итак в дерьме какая разница разделяемся вместе идем друг друга прикрываем едим планом однако для этого мне понадобится отдых я думаю консерваторик тоже поэтому смотрите мне есть какие умы заключения подожди целом ты на магию тут все проверял можно сказать длительное провождение здесь как-то на нас повлияет ну смотри я смотрел на предметы пытался ну короче исключая всякие ваши магические безделушки почувствовать какую-то магию я ничего не почувствовал я ауры смотрел на предметах от места никаких аур не было крысы да у здесь вот живы круче ну да так поступаем так уходим наверх повыше на длительный отдых следим за твоей крысы если с ней что-то странно начнет происходить надо быстро уходить я думаю как более слабое существо нам быстрее будет подвергнуться ни один вопрос альберт альберт один вопрос только тебе ты собираешься отсюда уходить да погодите давайте найдем изучать местность вронвельта начало найти надо бронвельта давайте так мы можем того мимика убить без ардентора сейчас будет тяжко бить его мы можем убить но потерю так у меня у меня у меня сейчас очень мало магической энергии поэтому я не советую я не смогу лечить вас сейчас потенциально если судьба будет благоволить моему клинку я конечно же смогу разобраться ну так сами видели что в последнее время возможно меня проклинула проклинала ордентор и без него я буду попадать да но давайте все таки до начала ломанда хамер давайте ребят поднимемся повыше я расскажу первое которое приготовим твоя мы проходим мимо к мимика там аккуратнее как родился видим и не будем на него подать сейчас я предложил сейчас учета вне рождения консерваторик у тебя хоть какое-то лечение есть консерваторик то есть давайте давайте посмотрим что затем углу там не спускайся там ловушка иди покажению там вся лестница в духовых трубках так погоди что а попробуй обезветь я их даже не заметил когда спускался у тебя не ты знаешь что они там есть альберт альберт и рокап ордентор говорил что там тупик я просто хочу туда спуститься и бронвильд я зла здорово да уж те не было ни шикар рака я все-таки предлагаю сейчас просто всем мы сейчас мы сейчас должны быть уверены в том что мы сможем победить ваш раз оказалось немного болючая тема и все если он опять будет бить правильная веса к нему прилипнуть и мы окажемся в полном дерьме отойдите от меня подготовились я возьму на себя все что ты будешь чтобы мы будем делать если тебя вынесутся за два или три утара ладно сядьте здесь на ящиках могу ли я вот в этом черном походе который является входом провести какие-нибудь не знаю манипуляции в течение десяти минут думаю что для того чтобы можно транса образа кинуть это здание начатком на лабиринте попробовать какие-то манипуляции можно измерений ну собственно я покажу типа и там поищута гибая тоже возвращаетесь который нежность проходить эти потом сезон пыль окажется что-то мне почему-то как от один на выход в другом месте поэтому так вот к чему я чтоб разобраться с мимком сейчас потому что у нас будут ресурсы следующий раз если мы их потратим то придется снова отдыхать мы опять потратим время можно просто не нападать на него и проигнорировать это существо так как она не враждебна тактика кабанчиков не говорит надо с ним разобраться я буду бесполезен да и было pvp то есть было pvp и одну из персонажей убить да мне тупой вопрос очень тупой вопрос архитупой вопрос я фуражер я хочу сейчас найти еды почему dnd на моем канале превращается в санта-барбару и тем более это пафоч сейчас вторую пафоч ну а так типа ту игру которая виду по моему уже была 93 игра и типа мы до сотки точно дойдем скорее всего игр это не работает чем проблемное чудо который тебя пас получают удовольствие и какого-нибудь пещере да там какой-нибудь там ягоду хотя это возможно окей и вот эти в темнице брыж сам секрами решаться на колес ты чего по ящикам учишь чё как у вас дела на нет еды лучше по местным ящиком не лазить консерваторик с мимик тут как бы если в других ящиках не заметили мимика едой станешь ты ящик потрепленная и в них уже поцелать вопрос все ящики сломала как я могу каких-то ящиков обе сидим я вашу логику я говорю что ящики они все равно ящики вдруг ты секретный найдешь ящик без секретных сандук хорошо мастер можно вопрос если потрачу 10 минут просто взаимодействуя со всем подряд и пытаясь разгадать прикол если он здесь существует у этого входа не получается выйти нет не получались бы по углам изобрести консервы ну возможно у меня они персонаж не алхимик все-таки ладно магический предмет будешь помогать двум забитого мимика потому что я щас бесполезен про просто подготовить и сразу разряжаемся в мимика стрелы у тебя есть на болты еще присутствует да но от них толку в мимика не знаю чего а зачем это сделал просить альберт да и или дай сумку во-первых на держи тебе меч ордан тора держи каменный меч это дерьмо будет все прилипать ну пойдем варим не это передаешь или чё да зачем ну ты помнишь как мы убили 1 тортам свой меч прям мимики оставил доставил топорики потом что-то там уж учился а так жахнул достал другой мячик а все мечи хорошие я так понял и александр можно как-то присобачить себе мечи что короче и потом новых доставать и убить ну типа ты можешь сделать так нужно каждому бежать действия я буду подавать тебе мечи ну и ты ну или типа прокоп может их держать или там типа рака может тратить свои десу давать мячи по моему рака булочек оставаться гель будет подавать потому что ну пойдемте убьем его консерваторик ты идешь нет почему консерваторик давай разберемся чтоб если ты что-то потратишь следующий раз у тебя было все восполнено я хочу вот в этом месте стоять когда мы начнем его убить так напомните какой из них мимик вот это серваторик давай сюда я проклинаю вас на гоблинском и еду куда она приятно как приятно от нр гоблинский нет просто говорю просто как приятно я думаю что нет каждое каждая обычная фраза может показаться типа я не умею чапли он красивая камера единственное что умеет мой персонаж фигачить заклинания все его ненавидят в теле этого маленького гоблина спрятался взрослый швед где-то кинга где-то кин консерваторик садись уже альберт давай я скастую и потом все его убьем подожди я вначале типа заложу заклинание в меч а потом уже гостуй давай так и сразу же конечно же кинем этот так александр я хочу от стелса можно инициативу или все же сейчас нет сейчас нет ну ладно хочешь можно бросить от арканы бросить гранату скромить что я не знаю я сказал от арканы будет ты услышал гранату бросить я программу от фокази написал кстати саша успокойся я у него на стриме спросил знаешь что мне в тебе нравится он такой прочитал дает тебе не нравится и при том хороший ответ был он увидел частицу не не заагрится не нужно даже тип ногу андрей даке инициативу мастер можно вопрос у нас бой начнется как только альберт каска стоит рядом заклинания с мимиком или как я все-таки пожарю мимика вас начнется с того что кажется мимик услышал ваши планы уже не безсознательно он разговаривать умеет мы поймать вообще ну как наш стали вокруг него типа там не просто так как будто в такой позе мы уже пытались его походу более а вот теперь нас точно и забьют ну ладно поехали какой-то момент типа альберт собирается всем говорит я сейчас зачитаю заклинания камеру лучше не надо у мимиков языки и в этот момент вы вы видите как это суток оживает и начать такой типа с криком а-а-а-а и перекатываться отсюда куда пытается убежать а пытается убежать стоя давай поговорим не ими кстати мы пришли договориться я хожу он убегает с фразой с какой фразой а с какой сейчас я подумаю чтобы он сказал поехавши а типа вы слишком сильные убегает типа это больше похоже как он перекатывается давай договоримся мы тебя в живых оставим я держу свое слово альберта больше чем у меня инициатива вот его догоняешь я его догоняю а можно заготовить действие на свое единичное действие ты можешь поделиться чтобы заготовить единичку я заготавливаю свою единичку потому что это ровно скорость оказался ходил вот буду бить его если он продолжит убегать со своим так остановись поговорим если ты нам расскажешь как отсюда уйти мы тебя в живых оставят его реакция она аналогично если ты будешь сбегать я буду тебя бить так что лучше остановись посчитай сколько мне там идти до альберта 5 есть 15 20 типа по 20 ты будешь прийти с альбертом а можно вот сюда нет не больше это тридцатка вот так вот да вот и потому что это разве что здесь сверху это тот еще пять футов фундук у меня есть полосе да быть моим питомцем да инфраторик себе еды не хватит прокормить всю прорву которая у тебя уже появляется то что мне кинуть что убедить его стать моим питомцем он раздумывается скорее а дипломатия блять а то что нужно было херу поинтратить что-то еще я стал спасать действие я на всякие слой и я ищу а хотя не ладно и уже все от запугивания его убедить не для понятных я просто заготавливаю выстрел заготавливать скорее просто достаешь лук да я хочу подойти к ним кто там хлюпает обходит я подойду я хочу скинуть дипломатию я перескажу сундук давай будешь нашим другом я тебе покормлю пабло есть полосе его обманываю не то нажал погоди погоди это это важно на самом деле мы его убьем это сундук мы можем его взрывчаткой подожжем вопрос после этого сундук как-нибудь начинает реагирует на то что я сказал я думаю на что реагирует выходит потратив все свои заботы действий реакции до 5 мы уже походы его на него доживут и так возникает вопрос что делает и гиль потому что гиль сейчас шоке от происходящего от убегающего вимика от двух людей которые которые пытаются убедить подружиться и это альберта который просто побежал за ним чтобы удалить типа вот это великолепно это уже можно прям комедию писать типа не ну альберт будет его бить если тот будет убегать он прям божественная комедия серьезно типа я не знаю да 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 антали герой во-первых мимик который разговаривает чуваки подожди типа ты думаешь что они не умеют разговаривать и попросу тебя опыт позади мимиком который просто молчал и бился поэтому мы не можем так что они это мимик особенно поэтому я думаю что он особенный особенный хорошо получается и гиль такой догоняет нам гав типа да так пройти я не могу же все равно там поэтому или просто наблюдаем он не будет ничего не говорит ничего он уже просто в шоке от происходящего поэтому я пока инициативу оставлю да да это ручной мимик это мой ручной мимик это типа типа он теряется какой-то блинчик из сундука не пейте хочешь полносит я не на всякий сути на него сурово гляжу запугивать . ты хочешь его запугать после того дипломатии ты хочешь использовать запугивание я просто на него строго бежу типа мог если будешь плохим уручным мимиком я скормлю альбер сделает стекольный чай ладно мужики вы чего попытаемся здесь переночевать замотать залезать раны я как говорил вас покормлю я помните заклинание на еду переписал но как бы прикол я кручу чушу затылок я не переписывал заклинание на воду поэтому как бы очень долго нам здесь явно находиться нельзя но я бы хотел бы все таки один отдых провести у меня все таки с собой немного воды так где я во первых есть алхим набор крайнем случае будем мочу выпаривать вот этот гениальный человек ладно так здесь есть вода где какой хороший мимик я достаю сухпайок и скормлю его мимику мы только что пройду говорили то что раком умеет ее колдувать я как зовут блинчиком к тебе обращаемся слушай слушай не блинчик можно сказать ему нравится блинчик 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 расскажи-ка мне пожалуйста ты говоришь на здесь из вода а где там если парки по лестнице а потом опять по лестнице а потом опять лестница короче где-то там можно дойти там будет и стены течь вода красная красная вода то течет нет просто это видел какой краешек стены там было что-то красное текло я не знаю может красная ну ладно блинчик блинчик красная блинчик меня вот к тебе только один вопрос да сколько лет ты здесь находишься лет столетий тысячелетия не знаю сколько то место существует что такое что такое сколько изменений ты виду изменить чего вообще расстановки ты знаешь такое время время до хорошо 2 просто поставим вопрос по-другому ты здесь с момента построения этого храма нет мы сюда пришли мы это кто я и еще несколько моих друзей таких же как и ты мимиков да а где они один был этим типа переливаются делали себя некую форму двери вот этим ага однако отчетливо снесли хорошо больше другой был ее наш тебя перетекает на стенку стоит сапоги удержателем вот этим а с ним что случилось но туда вставить какую-то штуку светящиеся вот сапнул и вы его запинали хорошо и что еще это их было два или еще было кто-то это твое почему-то все боятся сундука наш почему все боятся сундука не знаю потому что обычно в другом мире это куда мы пришли обычно вот такие вас сундуки нападают на такие существ мы их потом конечно пинают но поэтому на будущее не становись колышею сундука мы начнете захотят убить блинчик кстати ребята все что вы все видите что падла на вас очень страшно обидел на всех за что за блинчиками федор такому не нравится федор ну скажешь мне нравится блинчик консерваторис а как ты собаку ты назвал у нас есть олег и валера федора нужен теперь что ли да 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 короче пока разговоры идут ракап еще раз перезапишет заклинание сделать всем еды с вашего поздравления и отдохну у меня еды хватит на шестерых собственно мы четвером поедим и две порции еды я предложу блинчику это волшебная еда который прямо сыт осыщаешься вот он съест одну порцию или вес если я вот что хочу понять насколько он прожорливый вот съезд поек из есть еще две порции то есть он съел все блинчик скажи а ты умеешь чувствовать насыщение значение это как это когда ты наелся и не голоди я такого не хочешь кушать правда ну типа понял все вопросы сами отпали а сколько ты можешь без еды прожить обычно хватает чтобы опять найти еды хорошо все на просто исчерпанным но это знаешь как его ошибка выжившего ему обычно всегда хватало чтобы найти еды странно а могу я понять почему его волшебная еда его не насытила если она насыщает существа то есть у него типа просто не насыщая вы все это механики наверное насыщением на что он не должен насытиться это будет аркана часа послушаться проверю мы просто ты пытаешь нас бездонная это оккультизм секретно ну прокап катила торикс что еще меня в оккультизме не шарик скрытно надо кинуть хотят типа до фана можно кинуть оккультизм с работой сайт нет короче и из-за того что он существо займа операция существо откуда-то из космоса или странное порождение магии доселе несколько неизвестно либо это вообще из какого-то другого плана или это порча обычного порядка собираться это что-то что-то такое возможно на него не действует магия так как она работает по обычному даже магическое да может не сработать ты предполагаешь это рака пикосы его торикс ну вы предполагаете следующий так как он является такого странной формой такая вот можно сказать живая жижа которая ко всему клеится который все поглощает возможно он поглощая еще больше становится от этого еще больше просто от не поедали просто меньше до тех пор покажется слишком маленьким чтобы от этого умереть альберт не понял ничего типа ну поел и поел и поел и поел и поел все равно аккуратненько кружка кружка это что что такое кружка это как бочка только меньше что такое бочка как круглая и в него наливается жидкость прилиса в шар с дыркой блинчик 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 а ты можешь просититься в копию вот этого маленького консерваторикса типа прощать какую-то типа зеленую жижу непонятную как это гора как гаражи же все они больше они могут выручаться в то что ты съели получаются интересные линии блинчик у меня к тебе вопрос что ты вообще хочешь от своей жизни ты хочешь здесь жить вечно или как вариант пойти с нами а мы тебя будем кормить ты станешь большим и другом нашим будешь как тебе такой план я хочу кинуть дипломатию чтобы заключить с ним сделку а так секундочку погодите ты рака знаешь что мимики это без я забудьте сказать у тебя как раз проверка была больше чем надо ты знаешь что они порождение порождение магии сами по себе если что ты это знаешь ну окей я так полагается это кто-то сделал пытаясь приучить или сделать себе каких-нибудь типа конструктов вот такая фигня случайно они были получены случайно и разбежались по миру я понял да потом они размножаются делением наелся много и разделился линчик хочешь быть нашим питомцем да мастер я могу собственно кинуть дипломатию но то чтобы с ним типа сказать типа давай с нами пойдешь мы будем кормить можно сначала я 1 окей давай будешь нашим питомцем мы будем кормить а ты будешь классным или больше кушать наших врагов дипломатию дипломатия пошли я на него смотрю глазами кота и шрека берет еще ручки видел он так смотрит ну честно говоря звучит неплохо но я не знаю вы несколько странные опасные это говорит живой сундук до стоит запомнить что в городе скорее всего им будут не рады я так он не трогай блинчика блинчик хороший это неважно можно попробуй его погладить там где много людей там вредно согласен с тобой да я оттуда не хочу лучше подружись с ним и иногда его тут навещай не надо его город вести и что ты ел у людей то ясен пенел все подряд ел да и что такого вот тебе и доказать да такое мясо вообще-то вкусное да да и гоблинское тоже лучше в городе не появляться короче я горчит ты просто не умеешь его готовить короче говорит рокап и устраиваться на разрушенной коробке рядом с отдыхать кто из нас первый дежурить будет ну окей это спою саша саша ребята давайте перед тем мы будем отдыхать мы должны в это время ощущать смотреть как ваше тело ведет себя если вы почувствуете какие-то неладные там проблема типа что там что за счет разлагаться или как-то все плохо начнутся чувствовать резко об этом лучше сообщить я говорю крысу поставим будем за ней следить потерю да не боись если они себя плохо начнут чувствовать они дадут знать крысу поставь гель я это чё меня тут ранили помоги перемотай ты 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 перематывай медицина с вами сколько там надо бросить на сушать типа у вас нету шанса на провал условно говоря вы можете просто ставить это фула и тут вряд ли вы будете бросать типа сплошные единицы но им туда альберта тоже золотой времени что сашим мы будем делать короче в 8 часов отдыхать и куплю смотри бы смотря за тем как будет вести наши организмы так правило дело что кашляш и тоже так сейчас я секундочку скажу вы сильно сидите какое-то время просто тратите перематываетесь отдыхаете можно что-то болтаете до тех пор пока вы не начнете чувствовать некую усталость это понимаете что судя по всему уже время спать и это примерно в этом себе устраивайте больше сказали спали пить и врачу на она так такс я хочу мы не хотим вас броски чтобы вы в конце свод их как в конце своего сна это магия это магия ментальный я могу свою сопротивление ордской использую это маги это можешь один я плюс 18 верно hero point и 29 29 хорошо мне 27 все плага я секрету макс это он не вспомнит когда он его сделал такого не будет так саша я так понимаю что мы отдохнули но мы делаем уже правильно ну я точнее врага баркап это 15 до это 15 я хочу понять что происходит то есть даже если будет какой-то вмешать все все поспали хорошо рака ты спал очень плохо и тебе с низки то кошмары кошмары как к вам среди ночи пришел бронвильд и всех твоих нынешних сопартийцев из них вытянуло энергию они от этого просто упали высушенными трупами затем обратились в брак и ты не мог ничего с этим сделать окей просто в холодном поту от этого то есть это в течение восьми часов условно на дистанции мне снятся такие сны плюс я все-таки дежурил мог ли я при этом понять что эти сны мне снятся потому что здесь еще просто место такое и что мне спится хреново именно из-за места не за того что мне вдруг начали сниться кошмары потому что в целом потому что ты что прописал рака бабы вообще бы сон не испортила вот поэтому я хочу я просто хоть неважно это было это был один из скажем вот таких снов окей то есть я я по этим сном понимаю что здесь явно что-то плохое случае то смысле типа спал ты от этого часто просыпался такой типа пришел не засыпал вот типа альтернативная раз его это не пугает ему снились единороги и принцессы все верно эти единороги и принцессы и только группа единорогов слезастыми не дергал лошадок пони за этими хвостами с кремами на попке спасали подружек мастер можно я короче пишу не сначала снились такие сны но они почему-то не сработали а потом началось что-то сниться действительно что меня бы беспокоило из моей предыстории я уже там на что плохо себя себя снять его снится то что мы не даем творить всякую научную херню и тыкать пальцем в опасные жижи я просто хочу понять на дистанции я могу понять что это на меня место так влияет своей магией или это просто я не выспался сам по себе ты можешь просить на орган на секрет и на пират по аржу ты не знаешь что это тебе снились кошмар я сейчас напишу тебе те кто тебя сейчас я устал один нет усталость то очень жесткий дебаф если ты не знал ты типа если ты устал ты делай почти нихрена не можешь. Да блин. А у него в ячейке все восстанавливаются от этого сна? Или у него плохой запахового сна должно что-то... Не-не-не, короче, типа, что у меня сломалось, я тебе так скажу, ты теперь должен будешь отдыхать не 8 часов, а 12 часов. На следующей воду, да? Да. Ну, то есть нет, типа, даже этот длится дольше у тебя, то есть пока там все проснулись, то типа, еще там, как это, ворочаешься. Окей. Итак, после факта 12 часового времени, типа, да, мы все такие собрались, встали, разбудили еле-еле Рокаба, еле-еле, он не хотел просыпаться, но мы его смогли все-таки разбудить после 4 часа. Да. Я думаю, я думаю, за эти 4 часа мы успели даже перекусить, кроме Рокаба, естественно, и Консерваторекс успел поиграть с облинчиком еще в миллион раз, типа, поэтому, окей. Я ему пил песню, это, баллады великого барда. Я думаю, я думаю, что будет что-то на уровне каких-то классных песен Рахмурала. Великие барды пошли. Счет, я не выспался, я, мужики, хотел вам рассказать свои догадки. Короче, что я вернулся. Во-первых, там ловушку полно. А во-вторых, там даже ловушки такие с намеком. И в целом, у этого Вронвельда, как я вам сказал, как его зовут, у него было жрели типа вот этого, которое поднял Ордантор. Я предполагаю, что здесь все не просто так валяется. И даже вот этот меч, который он вставил в Ольхову, и он вырос, тоже не просто так. И даже ловушка та, в которой я встал и истекал кровью. Тоже не просто так. Потому что я понял, зачем нужно истекать кровью. Потому что это рядом ловушкой, рядом с ловушкой стояли два кубка, которые, по всей видимости, нужно кровью набирать. И эти два кубка стоят рядом с дверью. И, видимо, эта дверь откроется, когда эти кубки будут наполнены. То есть, все здесь с Цеймо связано. И Вронвельда по замыслу, скорее всего, тоже нужно было убить, чтобы забрать у него ту подвеску с глазом. Но из-за нашего друга Ордантора, который потерял рассудок и стал не таким умным, как был, все пошло, короче, по рукаву. Мне предполагалось, что с этим парнем надо разобраться. Нужно было все это вместе делать. Потому что ты ему доверился в таком странном месте. Я бы пришел и это вам сказал, потому что это нужно наверняка сделать. Я предлагаю следующий план. Давайте спустимся. Если он вылетит, мы спросим, как это место покинуть. Если он не говорит, мы его убиваем, потому что так задумано. Я согласен. Игель, ты с ним сражался, ты разобрался, как его получше бить. Я просто захиляю его до смерти. Пойдемте. Блинчик, ты с нами? Куда? Нет, 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 не трошки блинчика. Ему опасно. Я могу попробовать погадить блинчика? Не гладь его, прилипнешь. Ну, а типа ты его гладишь и прилипаешь постоянно. Ой, какой миленький. Ты понимаешь, консерваторикс, он первый, ты первый, кого он может съесть. Да, так у вас с Валерой так же. Что? Главное, что он собак наших не съел. Поэтому и говорю, оставьте его тут. Если он съест Валеру, я сделаю из него желе. Да он съест Валеру, он станет больше тебя и сделает из тяжелия. Я останусь здесь, если вы даете на свободный путь, можете меня захватить, я не против отсюда уйти. Не, если мы тебя возьмем, то ты с нами пойдешь. Куда? Да, есть у нас дело одно. С приключением называется, да. Приключения. Консерваторикс. Я вмашу консерваториксу. Консерваторикс идеал. Я просто напомню, что у вас ограничено, видимо, с 30 футами и слух тоже. А, точно, я знаю, но мы, короче, когда уходили, вызвали его, поэтому... Я пошел за ними, Саша. А вот я нифига тебе сел, мимик, а не сыграй, да? Так, сейчас, минутку, пожалуйста. Я сейчас... Сейчас, да, они никого съедают и притворяются им. И с нами, и в другой консерваторик сойдет. О, видите? О, это гениально, и все. И оливатель, как? Гениально, Максим, ты гений. Оливатель, блин. Ну, по всей видимости, Альберт по чуть-чуть спускается. Так, все, я тут. Вронвельт появляется, когда они спускаться начинают? А, вы начинаете спускаться? Нет. Это достаточно пыльные коридоры, в которых, как я уже говорил, почти нет никаких изображений, сложенных из каких-то плиток, блоков. И здесь, кстати, идет вниз. Да, если Альберт, что-то говорится. А, можно ли я начну петь? Пехинки, типа-типа, Вронвель, Вронвель, Хер, Боржовый, Вронвель, Вронвель, Вредный, Вредный, Хуй. Может, возможно, это его спровоцирует. Консерваторик сетем. А я хожу и пою. Мне что-то кинуть? Можно ты будешь уже идти, типа? Нет, нет, нет. Может, перформанс сбросить? Альберт, я нет. Я, короче, рассказываю Альберту, где какие коридоры, что находится. Я ему рассказываю о том, что дальше по коридору будет большой гроб, который просто изысканно украшен лепниной, этими всякими гравюрами. И, по всей видимости, там кто-то лежит. Поэтому будь готов. И мы, собственно, идем дальше. Александр, я не вижу. И в целом, я рассказываю, что здесь просто усраться, короче, этих... Не дверь, это лестница. Это лестница. Типа я сквозь не могу пройти. А, я забыл, простите. Дверь. Ой, ты куда-то пропал. Я вас всех на ту сторону перенесу. Не двигайте. Кто? Двигайтесь. Я... никто. А меня можно двигать? Да. Все, теперь можете двигаться. Я вас в кучу накидал там. Вы поднимаетесь вверх по лестнице, и вы оказываетесь в этом небольшом помещении, где, ну, по карте это вниз, на стене изображена достаточно, как я уже говорил, крупная фреска, несколько обвалившаяся, с достаточно большим количеством всяких существ, гуманоидов, даже каких-то монстров, и там чуть дальше находится Платон, как раз на котором находятся какие-то три фигуры. И выглядит так, будто бы эти все внизу условно восхваляют тех, кто там на Платон находится. Эти фигуры на Платон достаточно маленькие, не так хорошо различимые, но видно, что они несколько разные. Это три фигуры, да? Восхваляют три фигуры? Да. Аналогично, аналогично предположить, что ты из три великих божества, которые создали все. А я думаю, их там видно, лица можно разобрать. Нет-нет, типа, и там лица не разобрать. Ну, окей. То есть, они не такие большие, но видно, что они разные. И, ну, я несколько похожа по внешнему виду на то, что вы видели там, в храме, в котором у вас вдруг Фадзон находится. Проходя дальше, вы оказываетесь в... Спускаясь ниже. Вы оказываетесь в помещении, в несколько полукругом, где как раз в этой полукруглой части находится достаточно крупный саркофаг, где лежит какой-то красивая лепнина, где там выступает, словно, под легкой вуалью лежит, если не ошибаюсь, человек с... Я, по-моему, говорил с рапирой, верно? Да, да, да. С рапирой, все верно. На полу есть какие-то, несколько, какие-то разбитые вазы, немного земли рассыпанной, какими-то кусками она лежит, то тут, то там. И есть лестницы, две. Одна ведет вниз, другая вверх. Это что, Ракап, я тебе напомню, что ты ходил на вот эту лестницу вверх. Да, я помню. Я сюда так спустился, потом, типа, лестницы, и пошел вверх. Мы что, наверх идем, Ракап? Так, во-первых, Проверили снизу. Саркофаг смотреть. Да вот саркофаг тут или там, наверху. Вот этот. Я показываю пальцем. И что с ним? Я думаю, там что-то внутри есть, и оно, возможно, нам нужно, потому что все это подземелье с этим, с Вронвельдом, со всеми тимичами, оно, как бы, все не просто так. Я думаю, что нужно открыть и посмотреть. Александр, насколько тяжелая эта хрень? Если там... Если там... Вы хотите, извините, крышку? Я просто говорю, если там монстр моего убьем. Да. Какая у тебя сила? Хотя, ну, это может сменить значение. Да, сколько у тебя сила? Восемнадцатая. Восемнадцатая сила? Ну, тогда да, ты можешь. Ты начинаешь ее медленно сдвигать в сторону. Типа, катану в двух руках держу, катана светится и так ногой, короче. Получится? Урака помогает. Ну, тогда тебе нужна реально помощь. Тогда вы можете уже вдвоем, ну, без каких-то особых проблем, начать и сталкивать это, как оно съезжает, вам показываются внутри лежащее тело. Это... Это не троц. Конечно. Вот это был бы твист, на самом деле. Это был бы такой твист, типа, твист на твисте, получается. И пусть ей это должна была быть, катка себе резко закончится. Угу. Нет, на самом деле, вы начнете двигать крышку гроба, и вам показывает за тело. Там лежит какой-то, действительно, судя по виду, эльф, давно усопший, с какой-то кожей, которая подсохла, обтягивает его кости, но при этом все равно видно, что мясо там еще есть. Оно определенное там есть, так как это не скирит обтянутой кожей. У него есть какие-то еще нормальные формы, хотя, видно, что оно высушенное достаточно сильно. Сам по себе он одет в доспех, скажу, какой. В кожный доспех. И так же, как на изображении, так же, на лепнине, он держит так же у себя на теле рапиру. Он ее держит, да? Да, он ее держит. Окей, можно заявку? Подожди, сначала я хочу проверить и сделать. Сначала как пишется правильно рапир на английском. Рапир. Рапир, да? Рапир. Черт, смотри, у меня бразер скрытся. А ты программист, спрограммируй новый. Сейчас, попытаюсь с этим справиться. Ты будешь прото программировать у браузера? Так, как будто это просто спрограммировать новый браузер. Да я думаю, берешь open source и... О, у меня браузер, смотрите, ребят. Ну да, именно. Полчаса работы, наверное. Такс. Я должен какое-то проверить. Проверяй. Да. Все нормально. Все нормально. Можно заявку мою? Да, теперь можно твою заявку. Я, поскольку читал название умершего, там на гробу оно было написано, я могу к нему обратиться по имени, типа... Ты его читал? Да, я читал в прошлый раз. У меня все записи у меня прохерились. Похерились, но... Тогда пускай его буду звать Дункан. Увы. Маклава. А, нет, Маклава. А, нет, Мэдзи. В этой середине. Есть... Кажется, у нас произошел рассинхрон названий. Но это не важно. Ну, пускай будет Дункан. Я, собственно, на Некрилле обращаюсь к Дункану, потому что я предполагаю, что это нежить, который уже давно нежить и знает Некрилльский. Дункан. Прости за беспокойство. Я это говорю. Выдерживаю паузу. Потом то же самое говорю на общем. Что-то будет... происходит. Кажется, нет. Пробую на эльфийском. Я повторяю то же самое. На эльфийском. Потом на Сильвании говорю. Потому что, по всей видимости, там, по-моему, на Сильвании было написано его имя, если я не ошибаюсь. Или на Сильвании там было написано на двери, я уже не понял. Ну, короче, я на Сильвании тоже говорю это. Альберт на общем произносит. Если это тут, нет смысла притворяться спящим. Открою глаза и приветствую гостей. Альберт. Погоди. После Сильвана он что-нибудь вообще говорит, нет? Знаете, в какой-то момент это тело там поднимается. Типа, видно, что его движение с неким-неким похрустыванием разворачивается. Так же похрустывая смотрит на вас. Ну, чего разорались-то, да? На Сильвании. Я знал это, как сказал, это на Сильвании. Добрый день. Мы, короче, в Ронвельда встретили. И он сказал, что моим друзьям здесь не место. А как покинуть место, это не сказал. Может, ты нам скажешь, как покинуть его. Я, как бы, понимаю замысел этого места. И, как бы, считаю, что не совсем мы к нему готовы. Так, знаешь, типа, смотрит на вас. Ну? Они действительно не готовы. Да как нам отсюда уйти? У вас кровь есть. Да. Ты вот про ту дверь говоришь. Дашь все рвать. Так, я там налил в два графина. Да я уже выпил. Да мне не сложно. Короче, я по заготовкам не сказал. Я, собственно, заготовил зелье, как раньше. Только заместо фамильяра, который у меня сегодня не летает вверх, и ничего мне не рассказывает, я заготовил еще полшину себе заготовил. Окей, я себе, собственно, разряжаю руку и, собственно, даю ему сербнуть крови. Набираю себе флакон какой-нибудь, потом даю ему этот флакон. Сколько я потеряю хп за то, что наберу ему какое-то количество крови за кровотечение. Ты хочешь, ты хочешь модерить стопарик или чашку? Да. Это вопрос или стопарик? Короче, грамм 200. Я думаю, я думаю, грамм 200. Ну, собственно, я повыливаю, ну, типа, я в хп бы мог бы как-то определить. Ну, смотри, типа, ты, ну, если хочешь ему налить, типа, кружку, то, наверное, это уже будет что-то в духе. Ммм, 5 хп. А, окей. Я ему кружку наливаю, выбиваю зелье, которое лечит 1д6. То есть, то есть, погоди, секунду, секунду. То есть, 20 уровня персонаж может налить сколько кружек человека? Много. Я отправляюсь назад в небытие. Хотя, по нему, не, я думаю, Саша просто, если будет это персонаж 20 уровня, он отнимет не 6 хп, а, допустим, 15 хп. Нет, я отниму куда больше. Может, я тебе будет быть пропорционально, как-нибудь. Ну, я условно имею в виду, Саша. Да, не знаю. Ну, она что-то выпивает? Ах, хорошо. Еще. Чаша, напомните, да? И это выхода будет, да? Наверное. Я выхожу иначе. Как ты его спасешь? Да. Знаешь, он так, он так мелко ухмыляется. И тупо исчезает. Вы же сами сказали, что недостойны. Так что, типа, он, типа, обратно укладывается. Крышка, накройте. Ну, давай. Поднесите, он на северание говорит. А как вы перевод делаете какой-нибудь? Нет, да, да. Я не перевод, но я общаюсь на север. Между делом, Рокап говорит, что происходит, чтобы Альберт не нервничал. Потому что... Мы достойны, мы хорошие. А, слышишь? Великий Дункан. Великий Дункан. Можешь сказать, пожалуйста, про самую вещь? Как понять, что люди, что мы существами достойны проходить это испытание? Я думаю, нам уже ответил Уронвильд. Он сказал, что мы слабаки. Ааа... Не, ровно сидят сына. Бегель, просто дипломатия. Окей. Причем... И где-где-где... Вот оно. Ох. а можно я использую херафонт можно потому что я не хочу единицы выбрасывать извините уж пожалуйста хуже чем это ничего не будет что можно я трубку на балалайке у тебя не услышать лишь комплеку садил это было заранее сказать да приподнимать из гроба уже для начала если вы знаете об испытании вы наверное вы наверно знаете что это испытание силы это очень странно приходить на испытание силы просите всех помощи это сила попросить помощи или вы же я не понимаю не буду ребят в двух словах вы должны были с фронтвильдом с традицией с донканом и так далее как раз нет раз нет обращен так это не пропустит а мимо меня уже пройти сложно ну короче ладно я это к чему донкан а ты фат зона знаешь я думаю не здравствуй времен так его значит азак смотрит на тебя я знаю несколько фат зонов до старое имя такой из храма я называю храм неподалеку на чем-то ты думаешь что это место это храм был построен после тебя кажется то что спрашивать любого китайца знает ли он джеки чана например такой логики вопрос ладно ребят в целом я догадывался и вам рассказывал пойдем сюда в общем дункан спокойной ночи ребят на кроссе пожалуйста в проб конечно да 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 ну что что мы задвинем поставим пойдемте я просто там на видео знает ли это не другое немножко не уместно да хватит уже все знают по моему как раз знаю это две лестнице наверх и мнение смотри вот есть я короче смотрю действительно выпил да там там чисто пусто и здесь как я уже говорил на население смешиваясь сюда да ну я если я пойду буду подниматься я буду смотреть что если ребята уходит из зоны видимости я их буду потаскивать за собой так что ребята тащитесь из своей задницы сюда а что наверху наверху короче ловушка видишь там затекающая кровь по этой рестнице типа стекшую и уже подсохшую кровь по этой рестнице а что внизу я не ходил там там если наверх идет или наверх если это выход не 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 вот сюда крючу накопаем щас крови и гель помоги услуги раками делать надрез на свои руки ну пока тоже самое делает если что он выпьет после того как хватит наполнить эту чашу он выпит короче еще одно зелье и ты скажи не нужно кинуть кубик чтобы понять сколько хотите наполнять да судя по объему вы будете ужасно плохи после этого ну значит не даем начать я половину зелье потом продажи альберт консерваторик окей значит мы так поступаем да можете разделить это в левую альберт 40 вам право короче надо в каждую надо по 30 по 35 это точно нужно всем сделать минус 15 короче зеленый ребят иначе саш вопрос дебафы за то что вот на строгал придрог прошли за ночь нет как они проходят пройдут вообще не должна пройти за ночь но они не прошли а почему хорженные ребята у нас левую же битями минус пихащик у них пониженный максимум хорошо мы залили саш тогда происходит следующее там эти эти чаши по мере наполнения начинали постепенно подсвечиваться когда они заполнились полностью начались достаточно ярко светится там зима он начал постепенно пропадать и там видите как начал проявляться проход они проходят дверь начал проявляться дверь какая типа которая крутая двустворчатая прямоугольная по форме судя по виду в нее может пройти существо даже громадного размера дверь прозрачная или завели не дверь каменная с метрическими этими частями которые крепятся к ней укрепленный металлом еще снаружи скажем так видны наши эти 22 кольца не выступили эти каменные кольца видно чтобы ее открыть ну чтож пора альберт альберт и сильный поэтому открывай ну альберт там как-то надо особо подливать там есть кольца не можно просто тянуть это не более не менее когда тянуть кольца нормально будет вы тянуть открывать дверь за ним небольшой проход вперед и дальше видите там как некая мыльная пленка она выглядит по своей структуре внешне но сама по себе но белая несколько несколько туманное мерзающие при этом все вы видите очертания леса ты вот полянки этого менгира я понял ну что ж мы выходим а вали а блинчик хуинчик ты увидишь он там остался сюда еще вернемся консераторик с моего покормили и мы сюда обязательно вернемся когда будем готовы потому что нам уже тут любезные жители этого подземелья сказали что ребят вы не готовы то есть они как бы у нас даже за серьезных противников не считают выходим и рокап выходит на гильс рядом хорошо вы выходите и какой-то момент начинают все как-то несколько и скажет вертать замыливают вы будто попадаете в некоторый какой-то пузырь где все переменяется мерцалки так картинки если кто-то бы эпилепсия начаться припадок подачи что картинки меня зачем быстро какие-то звуки нарастающих это кул и а можно разобрать из вас тебе каждый по д сколько надо вот и 10 что много картики чат все мерцать на самом деле это типа ты видишь какие-то горы леса это просто океан это острова 5 лет опять какие-то горы к это шахта где-то там варфы копают какие-то кристаллы все это вот мерцает смешиваются звуки всего какой-то метод все нарастает и вас просто выплевывает на поляну однако есть нюанс у вас было четверо сейчас вас пятеро декор сейчас вы смотрите и что-то по ощущениям что стало холоднее чем было это деревья начали на деревьях начали кисти постепенно опадать желтеть кто с моим лосем что с лошадями а что с валерой а что с собаками а кто пятый то как или пятый я пропустил маневр с телепортацией во времени немножко нас портал выплюнул и ты 5 вас портал выплю скакофонии изображений звуков судя по ощущению вас носила туда-сюда и вот вас выплюнуло здесь вот уже кажется сентябрь а был а а был когда в август мастер можно вопрос сейчас а был август то есть было 31 а стала первая нет вы мы 8 августа гэм гэм где лето гэм а у нее модный синий шарф на на плечах помимо всяких приглобасов в стиле приключенцев и и и так далее и тому подобное нет в а а в а Смотри, кого нашёл. Где ты её нашёл? Вот стоит. Ты кто? Мастер, можно? Важный вопрос, мастер, у меня. Что с лошадьми осталось? Они здесь где-нибудь просто блыкаются, пасутся? А вообще, что с собаками? Они все передохли за месяц? Здесь нет никого. То есть вообще даже намёка на присутствие наших зверей? Ну, здесь лежат кости какие-то. Саша, я могу я кину сурвайву на сурвайву? Чтобы что? Ну, чтобы попробовать... Можно я типа кину? Саша, я хочу понять, где Валера. Где Валера. Хочу понять, может, я найду себе Валера, труп Валеры, призрак Валеры. Ты можешь не бросать? Ты хочешь осматривать? Ты хочешь просто неистово бегать по полянке? Ты кто? Меня Апсалар зовут Третик. Она делает жест руками в стиле Победы. Йоу. А ты кто? Апсалар мне зовут. Нет, что ты здесь забыла? Да я тут травы собирал. Недавно. Вопрос в том, как ты вышла вместе с нами из этого портала. Мы уже сами ли вышла? Давайте так подумаем. Мы могли появиться на поляне, но у нас оказалось пятеро в этот момент, поэтому... А, ты здесь гуляла, и мы появились. Саш? Ну, я тебе сейчас в ВК напишу. Покупайся. Да. Хмм... Подстава какая-то. Покупайся. Откуда мы их знаем, да? Так я спрашиваю эльфики, которые стоят. Откуда она знает, да? Да погоди. Она умная, она знает. Подтимно, что она умная, она знает. Ну, типа, она называет... Она называет что? Год. Ну, год тоже. Текущий. 273 год нового рассвета, все правильно? Да. Все, верно. Ага. Типа я собирал отравы, да, и тут за мной волк погнался. И типа, немножко побегали вокруг Менгира, и что-то я попал сюда, и там потом были все эти катакомбы странные. Ну, и типа, портал пришлось открыть каким-то макаром. Она немножко потирает, типа, как называют, руки. Да. Александр, не врёт? Нет, не врёт. Погоди. То есть... Так. Вот, смотри, четыре здоровых мужика. Тоже открывали этот портал. Значит, она посмотрела на Ракаба, на Альберта, на Эгеле, вниз, на Консерваторикса. Ну, тут есть небольшое ограничение. Как бы тебе сказать? Я в это время максимально играю мусульманчик, но я пока даже здоровый. Очень интересно, как ты смогла его открыть. Кого? Портал. Одна. Потому что мы как бы такие, о, его сложно открыть. И эту проблему разделили на четырёх. Не-не-не, ты просто кровь нальёшь, он, типа, вау. Только вопрос. Много крови. И там есть один чувачок, который, о, дай-ка я её выпью. Окей, окей, давайте посмотрим так. Как вы лили персонаж вода? Это вот чересчур бледная, сейчас эффекта стоит, элемент. Да, она, типа, довольно бледная. Могу понять, вампир или фик или не вампир или фик или фик или? Ну, сейчас день или не день? Солнце светит или не светит? Сейчас прекрасный день. Хотя холодновато. Хорошо. Хорошо, давай по-другому поступим. В каком месяце ты вошла в этот Мингир? В августе. А я вошла в Мингир? Ну, дверь возле него, получается. Прикольно. Когда ты тут бегала с волком, какой был день? Августа. А, 27-е. 27-е. Ну, ладно. Так. Там был призрак. Вронвельдом его звали. Он тебя пропустил, верно? Нет, я такого не видел. Хотя, не знаю, что. Ну, типа, он мог меня не заметить, конечно. Так. Ты знаешь язык мертвых? Где мой Валера? Что ты сделал с моим Валерой? Нет. Вопрос в Валере. Что ты сделал с моим Валерой? Каким Валерой? Консерваторик. Ты когда-то прибугала. Ты видел, здесь лошадей, собак или еще кого-то? Ммм, нет? Да, погоди. Она говорила, здесь волки были. Пойдем к волкам, спросим, кого они съели. У волки, конкретно волк. Да, срадь, волк один. Знаю, что там делал один. Отлично, один волк, значит, короче... Я бы волк, да? Самец. Маленький волк. Или здоровенный. Обычный такой. Ну, срать, короче, не важно. Так. Так. А мы типа туда специально пошли? Мы потеряли одного сопартийца. Нашли какую-то странную эльфейку. И мы потеряли всех лошадей и собак. Я правильно понимаю? И тушу лоси. И тушу лоси. И тушу лоси. Это не такая большая проблема, учитывая то, что я назвал высшим. Альберт, вот что ты сейчас думаешь по поводу всего, что происходит? И люди. Думаешь, это иллюзия? Похоже. Ну, по погоде сейчас, походу, наступила осень. Конечно, сложно какой сейчас месяц, но здесь достаточно прохладно. Любезная, повтори, как тебя зовут? Апсалар. Апсалар, хорошо. Ну, на потери бит траву. Они вроде настоящие, вообще. Саша, можно вопрос такой? Можно ли на других игровых персонажах делать какие-то чеки, типа, на лошадь и так далее? Да, если оба согласны, разве что. Ну да. Окей, типа, Влад. Ты согласен? Пожалуйста. Пожалуйста. Да. Ну, то типа, вот. Сейчас я посмотрю, какой у тебя бонус. Обман? Да. А мне надо на что бросать, Саша? Ну, а я за тебя секретно бросаю на Perception. Давай, хорошо. Секретно за меня бросать Perception. А у вас лодички не надеются. Все слова ее правда. Все, спасибо, спасибо. Это было очень важно. Альбер, кидай бурдюк. А, спасибо. Можешь еще сказать вот такую вещь? Ты просто собираешь травы и все? Ну, я их для кое-чего собираю. А для чего? Ну, я типа, немножко алхимией занимаюсь. Ну, знаете, типа, чтобы от волков отбиваться было легче там. Ну, понимаете. Как получить алхимический камень? Ну, она прикинет в голове, как получить алхимический камень, такая... Что такое алхимический камень? Для начала, позволь я уточню, что ты имеешь в виду под алхимическим камнем? А ты мне ответь, что такое алхимический камень? Ты занимаешься алхимией, есть камень. Созданный алхимиками. Алхимический камень. Саш. Вперед. Ты могу, типа, рассказать ему, что он не прав? Ты можешь, типа, он не прав до тех пор, пока он не имеет в виду философский камень. А вдруг это просто проверка на... А вдруг это просто проверка, понять, типа, шарит она по алхимии или нет? Потому что она много в чем шарит. Да отвечай! Влад, 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 возможно, мы как люди понимаем, он от персонажей, отыгрыш персонажей, поэтому... Ну да, нет, я имею в виду, она бы уточнила и, типа, такая, ну, знаешь, типа, ты не прав. Да, на самом деле это не алхимический камень, а философский камень. И среди философских камней бывают несколько типов, если это так. Видно, что не на эльфийском учила, потому что правильное его название. Сорсерстол. Ну, всё. Шакумат! Ты эльфийский сказал, что он не знает эльфийского? Да. Шакумат, абабист. Наверное, я не знаю эльфийского. Так. В общем, я... Не знаю, если на них правда эльфийского. Я, в общем, хочу вот что предложить для начала. Тебе в Сорлон никуда идти, правильно? Ну, я, типа, знаешь, тут и там делать нечего. Пойдём с нами к одному нашему старинному другу, которую я хотел навестить ещё, походу, несколько месяцев назад, и так не получилось. Он тебе понравился. Подзона. Апсалар, а ты в Этлиноре была? Знаешь, там шмомает и всё на входе, да? Вроде бы, да. Уточнение сейчас в Этлиноре на каждом входе, типа, он был усилен. Там, типа, буквально... Не пара стражников, а там, типа, человек восемь на каждом входе. Типа, буквально всех максимально старательно шмодают. Ну, и Влад, конечно же, это передаёт, да, или нет? Там, типа, чуваки, типа... Ладно, я это к чему? Там просто, типа, чуваки, типа, знаешь, как обычно, наверное. Ну, покажи! Ну, я, собственно, свою показываю, где я, собственно, с которой отсидел кровь. У неё, собственно, рану есть? У неё, на руке перчатка. Ну, типа, вы сейчас все на фулкопа, я уточню. Окей, я просто хочу узнать, типа, есть ли на ней следы крови, вот я к чему. И чтобы она показала ранение, которое там, закромавленное, со спёкшейся кровью. А, нет, нет, она... На ней нету активных следов крови, которые она оставила, как пятна, на одежде. Она довольно опрятно выглядит. Окей, я просто к тому, что... Надо было, наверное, это просто опрятно, ли мы выглядим после этого случая. У вас сейчас эти ваши все шрамы зажили, типа, спёкшаяся кровь, типа, наверное, уже, типа, её там нету. Вообще никакой крови нету? У меня было... Да. У меня есть рукав был в крови. Ну, короче, я максимально сухой, типа, значит, если он везет, а без рукав в крови, если это из-за одежды, а рукав. О, значит, она типа сухой, а там высохшая кровь. Ну, да, ну, смотри, мы там ходили, ловушки всякие были, я перемазился в крови. Ты догадываешься, почему вот Ленориут усилены вот эти входы и почему-то всех шманают. Как бы... Это они, типа, усилены? Ну, типа, не очень похожи. Консерваторекс. Консерваторекс. Я всё к чему веду. Докажи нам, что у тебя нормальная кровь. Паш, я на неё гляжу. Да, да, я хотел попросить, чтобы Консерваторекс проверил, типа... А, на неё так пристально глядываешь, такой, две пальцы к вискам. Ну, типа, она вернёт бурдюк, снимет перчатку. Нет, подожди, 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 стой, подожди. Не надо ничего делать, сейчас послушаем мнение нашего лучшего эксперта. Консерваторекс. Ты сейчас смотришь, а с ней всё нормально, однако ты так же видишь, Консерваторекс, что здесь в округе летает куча духов. Прям куча. Пацаны, у нас проблемы. Здесь духов 20 летает в воздухе вокруг этого Мингира. Как будто простыня на ветру развивается и летает вокруг этого Мингира. Пацаны, у нас проблемы. Хочешь сказать, что эта эльфийка является этой хренью? Нет, потому что кроме того, что она эльфийка, проблем с ней нет. Но вокруг нас... А, пошёл в круг тоже, да? Вокруг нас до хора призраков. Буквально. Призраков или духов? Паш. Это духи, это не призраки. Духов. Это разные вещи. А где они? 20 штук вокруг. Нас или чего? Нас. Всего. Тут очень много. Саша, повтори, ты говорил возле Мингира, да? Да, около Мингира. У него открылся третий глаз или что? Он надевает перчатку. А ты можешь с ними заговорить, Консерваторекс? Призраки, привет. Да, я Консерваторекс. Очень приятно, да? Скажи ему, что у них нет права находиться в этом мире. По закону они должны отправиться за гробный мир. Это призраки или духи? Это самое важное. Точнее, если это духи, то... Нет, просто призраки. Альберт, это духи до начала, а не призраки. Типа, кто в армии не отслуживает, что ли? Она берёт кинжал. Куда-то у себя на одежде он просто исчезнет. Духи, духи, дай мне сдак, скажи тебе что-нибудь. Молодые или старые, да? Они всё так же летают вокруг Мингира. Кажется, вообще не реагируя никак на вас. У них даже нет буквально каких-то выражений. Это просто, знаешь, это просто образы бесформенные облака. Они отзываются, консерваторикс? Нет, 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 ну, это сказал консерваторикс. РП же всё тут нет. Нет, нет. Ну, значит, не будем их трогать. Рака подойдёт, консерваторикс скажет. Валера. Валера. Сраный кусок мяса в броне. Давай его искать. Ладно, на всякий случай уточню, что такое Валера. Это собачка наша. Да, смотри, она такая кожаная, с клыками, хочет всех убить, прям милая. Вот смотри, это собака, или просто собака. Или это волк. Классный такой, да. Но он в броне, так что, типа, он не опасен. Единственный вопрос, самое интересное, что если ты говоришь, что зашла сюда 27 августа... В смысле не опасен, он в броне? Он опасен, обычной собаки тогда, получается, разве нет? Обычная собака будет манёвренней, быстрее. Да, но добраться, типа, до этой, которая в броне, типа, проблемней, разве нет? Убежать от неё проще. Я так слышу, что вы бегаете от собак. Ну да. Типа, это обычно проще, правда. Выживание... Андрей, если два человека разговаривают, типа, не пытайся вклиниться. Хорошо, пусть Андрей... Это неблагодарно. Я ищу Валеру. Хорошо. Я ищу признаки какие-то. Может, куски наморника, порванного им? Хорошо. Ещё что? Саша, можешь вопрос. Саша, можешь сказать, как здесь месяца проходит? Это стандартный набор по 30 дней или тут какое-то другое? Или по 10 дней, это месяц, оставлять у нас. То есть, короче говоря, тут месяца прям вклиниваются прямо на изи, то есть, тупо... То есть, здесь 12 месяцев по 30 дней, за эти 12 месяцев у нас проходит 13 лун. То есть, короче говоря, получается, что здесь даже есть счёт простой. Хорошо. Ну, это сейчас важно к пониманию, поэтому... Ну, получается, после декабря есть 5 дней полнолуния, это самое долгое полнолуния, этим отображается Новый год. Нужно супать Новый год. Ага, то есть, короче говоря, первые 5 месяцев условно того же января, короче говоря, 5 месяцев, 5 дней. Эти дни считаются не вошло, это типа первый день луны, короче, полнолуния, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, я понял, всё. Это первый день у нас стояния, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, да, всё верно. И потом опять начинается календарь. Всё, хорошо, это тоже очень важно поднимать, всё, спасибо. А чё вы тут делаете? Собираем мы варим чай и свёклы, ищем определённые ингредиенты. Так вот определённые грибы, да. На самом деле мы тут просто оказались случайно, решили посмотреть это место, узнали, зачем листит этот менгир, ну, в принципе, дальше путешествуем. А тебе скажи. Ну, мы такие сели, прочитали все надписи, зашли, поговорили с местными жителями, они такие, чуваки, ну, вам здесь не место, мы хотим уйти, игры, уходите, и мы ушли. В двух словах это вот так выглядит. Консераторикс, так задумано, консераторикс, я хочу сказать консераторикс, во-первых, осмотреть место, где мы всех оставили, во-первых, я хочу просто очевидно понять, сожрал ли собака к примеру наших собак, потом лошадей, а потом могло что-то продойти, и они все время все разбежались. Так, секундочку. Просло слишком много времени для этого, на самом деле, что их прям много было, 4 лошади и 6 собак, они там явно бы оставляли бы целую кучу следов за месяц, если мы друг друга начали бы жрать, к примеру, я так пропагаю, Валера бы сожрал бы свой наборник, иначе бы всех подъедать. Я думаю, себе такая картина могла бы быть. Либо кто-то увел. Но консерваторик стыдно шо-неньких следов сейчас. Что-то слишком все засыпало. Прошло слишком много времени. В сентябре засыпало все снежком. Вполне возможно. Вообще, мы сейчас не знаем, какой месяц на самом деле, мы можем предполагать апрель, как раз не ходит. Да, согласен. Если мы что? Я тоже просто шляюсь. Значит, можно сказать с нами за компанией. Эгиль подает каркабу типа скажет что она странная и ее далеко лучше не отпускать. Я сразу это увидел. Я хочу шепотом скажу и она пойдет в кусту что-то от него отрезать. Посмотри на траву. Она вся высоха херстная сколько лет назад. Здесь все деревья высохли. Какой шепот травник с сухими травами. Откуда это? Откуда я так между двух свекольного кофе? Контекст явно что-то нет еще свекольного кофе не изобрели. понимаешь, что она сказала вот правильно как у нас через два часа несколько лет но мы вышли позже сейчас холодно друг мы прошли сквозь большое долгое время и прошло уже больше поэтому нам нужно в первую очередь какой сейчас год в этом пойдем к фатзону скажем сколько как давно мы не виделись у него спросим Апсалар у нас есть предположение что мы зашли не месяц назад а больше давай сходим к нашему другу насколько будешь я не знаю смотри саша это сейчас тоже к тебе вопрос когда мы заходили все вокруг было точно зеленым правильно были нормальные деревья типа и так далее здесь типа он мертвый не полностью здесь есть еще нормальные есть нормальные те которые нормальные они начали желтить листья где-то они начали постепенно немного опадать но просто сами сами деревья не завязыв правильно нет то есть они как были только ну короче просто обычная вести осенние короче это подальше правильно повязала но типа буквально буквально здесь немного типа самая малость подержит сада туда возможно прыжок по времени конечно может это найти но лучше увидеть в этом хорошо прыжки во времени фиговая практика поэтому наверное все таки как мы решались еще тогда 8 августа получается эти квазоном далеко где подзон на карте крата видишь а че он переехал на самом деле да мне казалось ему здесь где-то был выше здраво нет типа типа квазон справа от крепости с правой выше крепости но значит короче говоря давайте что не томить время мы двинем мужики а помните там вот это блестющее оранжевое пятно которое я разглядел оно явно ближе чем круче мы дойдем к фан-зону и она будет очень далеко чтобы его посмотреть а мне интересно чуть там такой оранжевый блестит блин на целый лес аркап ты точно хочешь это ну как бы мне очень интересно давайте проголосуем сходить туда но будет наверно честном голосование поэтому давайте кто за то чтобы посмотреть на большую оранжевую штуковину которая льет со стороны как поймать гниющего леса правильно уже сухого и так сказал уже сухого леса хорошо и так поднимаем руки те кто чтобы в сторону пойти засохшего леса и посмотреть на большую красную оранжевую фиговина не думаете в начале все-таки поговорить это это голосование поэтому ты сможешь спокойно выросла свое мнение зато чтобы пойти или против я чтобы найти того кому доверяем узнать последние сводки допустим я против я против а у меня вообще есть голос но я тут новенькая не курс пол голоса получаешь если записать туда я просто не поймать зачем ты с нами пойдешь так что могу с вами пойти и так ты как ты думаешь алифейка наша дорогая ну типа можем сходить да и гель смотри мы вышли свеженький как огурчики туда как далеко эта штука находится но я думаю а я теперь по карте вообще не понимаю она она вроде бы находилась так что мы можем туда сходить и в башню вернуться по расстоянию нет она никогда не было так что вы могли к ней дойти и уйти нет просто смотри мы от не от башни как от форта мы от форта пошли в деревню вот там побликались да еще куда-то там сходили и потом вернулись еще там и и условно поздно но собственно не в начинку навернулась форт типа форт вы сходили в деревню на где-то здесь за болото сходили обратно здесь надо будет с масштабом поиграться но типа в целом тактику сходили сюда потом сходили обратно потом типа вы вернусь к миниру то есть но из-за что это типа не точное расположение но это плюс там она вот идти два дня то есть я понимаю что это два дня до если туда два реальных дня идти туда я не буду попадать хотя ребят я подумал возможно это дальше чем мне хотелось бы верить может быть туда и не день дороги от целых два ладно пусть углу давайте все-таки заглянем под зону сейчас примерно солнце где находится сейчас можно понять как примерно время часа сейчас это обед где-то беда 2 ник нашему дорогу по дону надеюсь он еще на месте так александр все типа вы даже без меня будет закончим хорошо вы решили чтобы этих под зону на этом мы закончим попута попута что-то так дайте адрес когда я могу шестнадцать и тебе тоже спасибо за игру